Маленький домик, женщина моих грез. В отсутствие Бальзака каменщики построили ему маленький домик, и Бальзак лирически описал его женщине своих грез. С возвышенности Вильдавре открывался великолепный вид. Внизу простирался Париж, мой дорогой ад, как называл его Бальзак. Повисшая над городом дымка затушевывала очертания знаменитых Медонских холмов. Удивительная красота и такой чудесный контраст, писал Анганской. В конце владения Бальзака находилась железнодорожная платформа ветки Париж и Версаль, так что за 10 су он в 10 минут мог доехать от Жорди до центра Парижа, тогда как с улицы Батай ему для этого нужно было потратить по меньшей мере час и заплатить 40 су. По этой причине участок всегда будет представлять огромные ценности. Я тут останусь до тех пор, пока не составлю себе состояние. И тут я в тишине и покое кончу свои дни, отказавшись втихомолку от надежд, от чистолюбия и от всего. На доме черная мраморная доска и на ней вырезана золотыми буквами. Жорди. Воображение Бальзака — это было Марли, это был Версаль. В глазах его критически настроенных друзей, да и в его собственных глазах. Когда он смиренно соглашался видеть правду, это было шале с зелеными ставнями. Узкое двухэтажное строение с тремя комнатами на каждом этаже, с наружной весьма неудобной лестницей, которую называли парадным входом, маленький мрачный уголок, где зеленый участок, скорее надел, круто спускался к дороге и весь состоял из многоярусных террас, готовых весело сползти одна на другую при первом же грозовом ливне. Сделанные с большими затратами опорные стенки, которые должны были удерживать эти скользящие террасы, удивляли опытных людей своим упорным стремлением обрушиваться. Ни одно дерево не могло укорениться в этих диагональных пластах почвы. Бальзак хотел выписать из Венеции сваи и балки из негниющего дерева, на которых покоятся великолепные венецианские дворцы. Разумный подрядчик отговорил его от этого фантастического намерения. Садовники потратили несколько месяцев на то, чтобы с помощью своего искусства и каменной кладки удержать от оползания столь неудобный глинистый пик. Актер Фредерик Леметтер приехал посмотреть Жорди все время, пока прогуливался там, держал в руках два камня и, как только хозяин останавливался, тотчас подкладывал их себе под ноги для опоры. Лишь один Бальзак был невозмутим и не скользил на дорожках. Его поддерживала вера. По его мнению, он владел лучшим в мире земельным участком. На нем когда-то был прославленный виноградник. Крутой склон благоприятствовал действия солнечных лучей. Поэтому Бальзак собирался разводить в Жорди тропические растения. Он намеревался посадить в теплицах сто тысяч саженцев ананасов. Ананасы продавались тогда в Париже по двадцать франков. Ну что ж, он будет отдавать свои ананасы по пять франков. То есть получать на каждом урожае доход в пятьсот тысяч франков. Расходы на рамы для теплиц, на уголь, на обработку земли составят сто тысяч франков. Следовательно, чистого дохода за год четыреста тысяч франков. И не малейшего риска. Верное дело. Вместе с Теофилем Готье он искал на бульваре Монмартр лавку для продажи своих будущих ананасов. Помещение нужно будет выкрасить в черный цвет, по черному пустить золотую сетку, а на вывеске огромными буквами написать «Ананасы из Жорди». В воображении Бальзака, писал Теофилем Готье, сто тысяч ананасов уже вздымали под огромными хрустальными сводами зеленые султаны из зубчатых листьев над крупными золотыми конусами с квадратными наростами. Он их видел, он наслаждался тепличной жарой, он вдыхал тропические ароматы, жадно раздувая ноздри. И когда, возвратившись домой, стоял у окна и смотрел, как бесшумно падает снег на голые склоны Жорди, с трудом расставался со своей иллюзией. Первым жилищем, построенным в Жорди, был крестьянский домик прежних его владельцев. Он стоял в той же ограде, что и в шале Бальзака, в шестидесяти футах от него. В домике поселилась графиня Висконти со своей семьей. Бальзак поставил там самую лучшую свою мебель и часть библиотеки, разумную предосторожность на случай возможной описи имущества. А в его коттедже, кроме кровати, стула, рабочего стола, не было никакой обстановки. На голых стенах он написал углем. Здесь облицовка из поросского мрамора. Здесь резная панель из кедра. Здесь роспись на потолке кисти Эжена де ла Круа. Здесь абессоновский гобелет. Здесь камин из полированного мрамора. Здесь двери по тиононскому образцу. Здесь мозаичный паркет из самых редкостных пород тропических деревьев. На полках были расставлены переплетенные в отдельные тома рукописи и корректурные оттиски произведений Бальзака во всех стадиях, от первой корректуры до окончательно выправленного текста. Около этих томов Готье заметил мрачного вида книжицу в черном переплете. — Возьмите ее, — сказал Бальзак. — Это неизданные произведения, имеющие, однако, некоторую ценность. На титульном листе значилось «Грустные расчеты». Там были собраны списки векселей с указанием срока уплаты процентов и всей суммы долга, счета поставщиков, перечень долгов. Этот сборник, стоявший рядом с озорными рассказами, отнюдь не являлся их продолжением, как, смеясь, пояснил Бальзак. Да, он по-прежнему смеялся. Он не утратил своей могучей жизнерадостности. Все счета из грустного сборника скоро будут оплачены. Он примется писать пьесы для театров. Правда, драматургия не была его призванием. Бальзаковский гений меньше блистал в диалогах, чем в описаниях, в анализе характеров или в широких исторических картинах. Но ведь пьеса, имеющая успех, приносила автору сто и даже двести тысяч франков, то есть в десять раз больше, чем роман. И он, Бальзак, конечно, быстро научился ремеслу драматурга, как научился он мастерству романиста. К тому же в пьесах очень мало текста. Писать их можно гораздо быстрее. Он живо состряпает три-четыре пьесы при содействии подручных и вместе с тем будет продолжать свое главное творение. В запасе у него было множество драматических сюжетов. В тетради «Мысли и фрагменты» их перечню была посвящена целая страница. Он набрасывал планы, например, «Оргон» продолжение Тортьюфа. Первый акт был задуман неплохо. Набросок Ричард в губчатое сердце, представлявший собой канву многообещающей драмы из времени консульства. Необходимость вынуждала его быстро осуществлять свои замыслы. Он решил тотчас же написать пьесу «Старшая продавщица» — буржуазную трагедию, происходящую в торговом мире квартала Море. Бальзак рассказал сюжет госпоже Ганской, у которой он не встретил одобрения, а потом Жорж Санд, и та пришла в восторг. Пьеса получила название «Школа семейной жизни». Первоначальный замысел обольщения хозяина лавки старшей продавщицей и ярость его возмущенной родни казался Жорж Санд превосходным. В работе все изменилось. Продавщица, которую Бальзак собирался изобразить неким тортюфом в юбке, стала в пьесе чистой девушкой, приказчицей с нежным сердцем, искренне полюбившей негацианта. И Бальзаку пришла злосчастная идея использовать в развязке пьесы историю, которую ему рассказал Неттерних. Двое разлученных влюбленных сошли с ума и не узнавали друг друга. Буржуазная комедия заканчивалась плохой мелодрамой, а в первоначальном замысле были зачатки Бальзаковского театра. Бальзак пригласил в Жорди для совместной работы над школой семейной жизни Шарля Лассаи, молодого, совершенно бездарного писателя, которого он почему-то считал подающим надеждой. У Лассаи был, по словам Аля Ви, огромный рост и огромный нос. Вперед, шага, марш. Нос предшествовал, дурак за ним шествовал. Помощник ужаснулся, когда увидел, какими темпами работает его наниматель. В час ночи слуга в ливрее будил его. Барин просит вас встать. Потом Лассаи вели в столовую подкрепиться, на стол подавали отбивные котлеты, шпинат, очень крепкий черный кофе. Затем являлся Бальзак в монашеской сутане и уводил его в другую комнату. «Ну, пишите! Школа семейной жизни!» И он принимался диктовать наброски сцен. Диктовал до семи часов утра. Такова была жизнь в Жарди. Перепуганный Лассаи, так же, как некогда Сандо, как Борже, обратился в бегство. Простые смертные не могут сосуществовать со сверхчеловеком. Зато прекрасным помощником оказался остроумный Лоран Жан, который был на девять лет моложе Бальзак. Настоящее его имя было Жан Лоран. Длинный, худой, сутулый, хромой он ходил, подпрыгивая и опираясь на палку. Серые глаза его метали пламя, а язык — сарказмы. Он был и рисовальщик, и писатель, но рисовал мало и ничего не писал. Гавар не смеялся. Бальзак держит его при себе для того, чтобы говорить людям при случае «У меня в Жарди есть бесплодная смоковница». Но Бальзак главным образом держал Лоран Жана за то, что этот представитель богемы умел развлечь его и был ему предан. Так же, как и Леон Гозлан, он входил в ту веселую компанию, которая пировала на улице Кассини, когда Бальзак, забывая своих герцогинь, с удовольствием и с пользой для себя якшался со всяким сбродом. Лоран Жан со свойственной ему фамильярностью говорил Бальзаку «ты», называл его «миленький» или «дорогуша», и в конце письма оставил «прижимаясь к твоей толстой груди». Матушка Бальзака обижалась, когда Лоран Жан называл ее «дитя мое», и недовольно ворчала «разговаривай он с папой римским, и то назвал бы его «дитя мое». Однако этот чудак, фантазер и острослов, был воплощением преданности. Он потихоньку платил мелкие долги Бальзака у Фраскати, выпроваживал неприятных посетителей. Примечание итальянцу Фраскати принадлежал в Париже известный игорный дом. Взяв на себя обязанности посредника, он предложил школу семейной жизни в комедии «Францесс», но управляющим театра стал в это время Белоз, и Бальзак не мог ждать ничего хорошего от своего личного врага. Затем пьеса была предложена театру «Ренессанс», и после долгих переговоров отвергнута им. Однако ж она имела свои достоинства. Жерара де Нерваля восхищала то, что в этой буржуазной трагедии возродилась неистовая ярость от ридов. Бальзак читал в школу семейной жизни писателям, стендалю, готье, посланникам и светским людям. Сначала у госпожи Кутюрге де Сенклер, а затем у маркиза де Кюстина. Он не пал духом и нисколько не удивился, что первые шаги в драматургии оказались для него столь же трудными, как и на поприще романиста. В Жорди он закончил роман «Музей древностей», начатый в Женеве. Местом действия, так же, как и в Старой Деве, был избран Алансон. Центральной фигурой вместо мадемуазель Кормон стала мадемуазель де Гриньон. Бальзак любил сочетать симметрии и контрасты. Когда он описывал, как Диана де Мафриньес в мужском костюме с хлыстом в руке посетила старого судью, любителя цветов, ему пригодились воспоминания о королине Марбути, которую он в Турине водил в оранжерею адвоката Луи Джи Колла. Большой мастер Мизанстен, он прекрасно знал, какая бутафория скопилась у него на складе аксессуаров, и, порывшись там, отыскивал под слоем пыли полезную подробность и нужный образ. В превосходном предисловии автора указана основная тема романа. Все провинциальные знаменитости устремляются в Париж. Музей древностей — это повесть о небогатых молодых людях, носителях знатного имени, которые приезжают в Париж и гибнут там. Одного разоряет азартная игра, другого — желание блистать, того затягивает омут наслаждений, а этого — попытка увеличить свое состояние, кто пропадает из-за любви, счастливой или несчастной. Граф де Гриньон — прямая противоположность растиньяку, другому типу молодого человека из провинции. Растиньяк ловок и дерзок, он добивается успеха там, где да Гриньон терпит поражение. Настала полоса творческих удач. После музея древности Бальзак тотчас взялся за вторую часть утраченных иллюзий — провинциальная знаменитость в Париже. Он вложил в этот роман воспоминания о начале своего литературного пути, о жадных и нищих репортерах, о своем стремлении всех ослепить, о желчной злобе продажной прессы. Сонеты «Люсьена де Рюбампре» он попросил написать своих друзей. «Дельфину де Жерарден, Готье, Лассаи» — «Я вижу в этом, — говорит Ален, — своего рода презрение профессионала. Шутовство «Люсьена» — трости, украшенные драгоценными камнями, бриллиантовые запонки, тонкие обеды и ужины — напоминает образ жизни самого Бальзака в 1835 году и приводит героя романа к такой же катастрофе. Но не мешает лишний раз напомнить, что хороший роман никогда не бывает автобиографией. Утраченные иллюзии — это жестокое крещение любого провинциала, двинувшегося в поход на завоевание Парижа. Конечно, Бальзак думал о Ле Пуатвене, о Рессоне, о Жюле Сандо, когда писал роман. Конечно, он вспоминал Лавока, Рандиуэля, Верде, рисуя книгоиздателей, которым Люсьен предлагал свои стихи. Чтобы создать образ Люсьена, он взял некоторые черты Жюля Сандо, послужившего ему также натурой и для Лусто, одного из подопечных Зюльмы Каро, молодого Эмиля Шевале, да еще уроженца Гренобля, некоего Шадзега, приехавшего в Париж, как пишет Антуан Адам, с глубокой верой в свои таланты и неотразимую свою красоту, бешено закружившегося в вихре света, влюблявшегося в маркиз. И в один прекрасный день, когда он отрезвел, обнаружившего, что он остался без гроша и стоит на пороге самоубийства. И так живых натурщиков кругом было достаточно. В рукописи романа можно напасть на кое-какие следы, которые потом были нарочно запутаны. Газета Фино сначала носила действительно существовавшее название «Курье де Театр», Сам Фино похож на доктора Верона, на Амадея Пишо, на Виктора Буэна, но Бальзак постарался, чтобы в образе Фино не было портретного сходства с этими людьми. Блонде, Лусто, Натан, Рюбампре — его собственные создания более живые, чем живые люди. Дортес, великий писатель Содружества, походил на сцен Симониста Бюше, создавая этот характер, Бальзаки в нем слил черты нескольких реальных существовавших людей. Но главное, в Дортесе запечатлено лучшее, что было в самом Бальзаке. В предисловии к музею древностей он писал. Наблюдение это чудесно выражает итальянская пословица. Это хвост от другой кошки. Литература пользуется приемом, применяемым в живописи, когда для создания прекрасного образа берут руки одной натурщицы, ноги другой, грудь у этой, плечи у той. Задача художника — вдохнуть жизнь в тело, воссозданное им, и сделать изображение правдивым. Если же он вздумает всего лишь скопировать реальную женщину, то его произведение ни в ком не вызовет интерес. Утраченные иллюзии, пожалуй, лучший из романов Бальзака. Сюжет был ему очень близок. Лусто руководил Люсьеном Дэрю Бампре в его хождениях по лавкам книгоиздателей, так же, как Латуш посвящал Бальзака в тайны книжного рынка. Колебания Люсьена между содружеством и низкой журналистикой отражали колебания самого Бальзака, смутно надеявшегося примирить республиканцев с легитимистами, как сблизились Мишель Крытьен и Даниэль Д'Артес для борьбы против буржуазного индивидуализма. Любовь короли к Люсьену — картина ее смерти, та сцена, где любовник умерший пишет рядом с тет трупом веселую песенку, чтобы заплатить за похороны, исполнены высокой поэзией. А в уме Бальзака уже созревали замыслы других романов — «Сельский священник», «Кто с землей, тот с войной», «Дочь Евы, Беатриса». Каждая из этих книг должна стать и остается до сих пор предметом восхищения и восторженного удивления. Примечание «Кто с землей, тот с войной» Первая часть романа «Крестьяне». Этот человек знал все. Ему ведомо было соперничество, разгоравшееся вокруг богатой невесты Волонсони, подоплека жизни в Лиможе, среди куртизанок, журналистов и книгоиздателей, любовные увлечения женщин и укоры их совести. Он встречал в жизни светских львов Парижа и почти не отличал их от персонажей своих романов. Кто это? Делакруа или Бридо? Депуитрен или Деплен? Жорж Сант или Камил Мопен? Гестав Планш или Клод Виньон? Пуповина, соединявшая мир живых людей с творчеством писателя, не была перерезана. Он был полновластный господин существ, которые жили в нем, и ему оставалось только выбирать среди них персонажей для нового произведения. Их прошлое порождало их будущее. В выборе им руководило не только личное желание, но и требование газет или необходимость дополнить том, и он находил это вполне естественным. Он возмущался тем, что казалось ему лицемерием тортюфа, когда такой писатель, как Астольф де Кюстин, который получил большое наследство, позволявшее ему пренебрегать состоянием, какой он мог бы составить себе пером, когда этот богатый человек восхвалял бедность и гордость Руссо и осуждал людей, жадных до денег, торгующих своим талантом. «Подождите-ка», — отвечал Бальзак, «но ведь Руссо в своей исповеди весьма подробно рассказывает о переговорах, которые обеспечили ему 600 франков пожизненной ренты, а Росин и Мольер, так же, как и Буало, принимали денежные милости короля». В 1837 году любой писатель вынужден был под страхом нищеты считаться с капризными законами вкуса читателей и с требованиями книгопродавцев. Такая-то газета, такой-то журнал требует, чтобы авторский текст был не слишком длинен и не слишком короток. Автор роется на своем складе и говорит, «У меня есть банкирский дом на Сингена». Но вот досада. Банкирский дом на Сингена, хоть он и подходит по размерам в длину и в ширину, подходит и по цене, но говорит о вещах, слишком щекотливых, совсем не соответствующих политической линии газет. Автор опять заглядывает в склад и предлагает роман «Выдающаяся женщина» и повесть «Торпиль». «Ну что?» «Вы смеетесь над таким положением вещей. Вам кажется, что оно наносит ущерб искусству? Но искусство может приноровиться ко всему, может ютиться повсюду, оно забивается в уголки пекарной печи, в изгибы каменных сводов. Она может блистать во всем, какую бы форму ему ни придали. Случай превосходный мастер». Леонардо да Винчи и Микеланджело сто раз это доказали. Голая стена послужила поводом для создания тайной вечери. Из бесформенной глыбы мрамора изваян был скованный раб. Учитывая положение, существовавшее тогда в издательском деле, автор должен был начинать несколько вещей сразу из опасения, что иначе не пристроит ни одну. В голове у него была настоящая мастерская художника. Посмотрите, в углу группа утраченной иллюзии. Не удивляйтесь, что ее участники стоят, выдвинув одну ногу вперед, как контрфорсы в каменных стенах парижских домов. Дело в том, что издатель пожелал взять только один том, а не два. Второй выпустит в свое время. Если торпиль что-то долго не появляется, то в задержке виноваты газеты, а не боятся романов о любви проститутки. Вот почему в мастерской некоторые картины повернуты лицом к стене. Раз художнику не отпускают средств из государственного бюджета, раз ему не дают пособий собственной шкатулки короля, и нет у него наследственного поместья, стрела в адрес Кюстина, он вынужден кормиться своим творчеством. Что поделаешь, если те статуи, какие он принялся лепить, несколько меняются в его руках? Выдающейся женщине, над которой он стал работать по возвращении из Италии, много чиновников и мало выдающихся женщин. Дело в том, что фигуры чиновников уже были готовы, закончены, отделаны, а выдающиеся женщины еще нужно было вылепить. Между тем, газета «Ла Пресс» ждет этот роман. Фигаро заранее заплатила 20 тысяч франков за Цезаря Берота, да еще нужно написать несколько рассказов и новелл, чтобы дополнить философские этюды. Все эти работы приходится вести одновременно, и художник бегает от Мольберта к Мольберту. Что бы ни говорил Бальзак, а все же искусство порой страдает от равского подчинения фельетону. Подписчики ежедневных газет берут на себя роль цензуры над произведением писателя на том основании, что газета валяется повсюду и может попасть в руки женщин и детей. Читатели «Ла Пресс» жалуются, что роман «Выдающаяся женщина», чиновники, слишком серьезное произведение. А подписчики газеты «Секль» хотели бы выхолостить содержание Беатрисы. Эти свободомыслящие пуритане боятся слова «грудь» и слова «сладострастие». «Экое шутовство и глупость», пишет Бальзак госпожа Ганской. Однако он не меняет своих приемов работы. Но в уме у него всегда много сюжетов, сформулированных в нескольких словах. Любовь человеческая, которая приводит к любви божественной. Сюжет таки и не написанного романа «Сестра Мария» от ангелов. «Славный старик, всего себя лишивший ради дочери, умирает, как собака». Сюжет отца Горио. Для сцен политической жизни министр ради политической комбинации приносит в жертву свою дочь, зятя и своих друзей. Роман остался ненаписанным. Иногда Бальзак пишет два произведения на один и тот же сюжет, но с разными концовками. В «Беатрисе» выведена графиня Дагу, бросившая мужа и маленькую дочку, пожертвовавшая своим блестящим положением в свете ради великого музыканта Франца Листа. В «Дочери Евы» Мари де Ван Денес подвергается такому же соблазну, но дипломатическая ловкость мужа вовремя спасает ее от грехопадения. Сюжеты романов живут в его мыслях, как форели в садке. И по мере надобности он вылавливает их. Иной раз это не сразу удается. Цезарь Бирота, например, долго не поддавался. Если книга шла плохо, Бальзак отбрасывал ее в садок и переходил к другой вещи. Зачем упорствовать? Его мир богат. Иногда он по-новому перерабатывал сюжет. Рассмотрим роман Беатриса. Зерно замысла заранило Жорж Санд, описывая Бальзаку «Читу Лист Мари Дагу». Точно же он задумал написать роман «Каторжники любви» или «Любовь по неволе». Но нужно было транспонировать тему, чтобы обеспечить себе творческую свободу. Роли уже определены. Чита любовников и образ Жорж Санд, гениальной женщины, которая наблюдала это любовное приключение и рассказывает о нем. Кому же дать эти роли? И где развернуть действия? Бальзак сделал два наброска. В первом он местом действия выбрал Париж и начинал роман картины легитимистских кругов после революции 1830 года. Баронесса Эмма де Ризо, молодая дама из хорошего дворянского рода, тоненькая и стройная женщина с овальным личиками, острым подбородком, со светло-голубыми глазами, которые нередко бывают окружены темной тенью, с изящным носиком, украшенным горбинкой, с запавшими ноздрями. Она хранила вид гордой принцессы, что очень ей шло. Это портрет Мари Дагу. Она любит писателя Натана, одну из привычных марионеток Бальзака, приятеля Растиньяка, Блондея и Максима де Трай, и намеревается убежать с ним. Здесь фрагмент обрывается. Замысел был использован в дочери Евы. Бальзак нашел более интересный зачин. Ему представят чету любовников некая писательница, подобие Жорж Санд, и, будучи гениальной женщиной, она лучше всех расскажет начало этой знаменитой связи. Но Бальзак не может описывать Ноан или Бери. Это значило бы снять маску с Жорж Санд, а ведь сама она не захотела написать роман, чтобы не ссориться с листом. Тогда Бальзак вспомнил о своем путешествии в Геранду, которое он совершил в 1830 году в обществе Лоры де Борни. Почему бы не подарить воображаемой Жорж Санд какую-нибудь усадьбу на побережье Британии? Так создан был бретонский Ноан, старинный замок господ де Туш. Жорж Санд будет называться Камил Мопен. В этом кроется ирония, ведь Теофиль Готье наделил героиню своего романа Мадемуазель де Мопен некоторыми чувственными наклонностями, приписываемыми Жорж Санд, а имя Камил — одно из трех имен этого литературного гермафродита. Наконец, Мопен походит на Дюпен, девичью фамилию Авроры Дюдеван. Камил Мопен одевается в мужское платье, любит долгие верховые прогулки, обожает музыку. В юности она росла дичком на полной свободе, так же, как Жорж Санд. Так же, как и Жорж Санд, она маленького роста, у нее смуглый цвет лица, черные волосы, иной раз глуповатый вид, а в минуты страстного волнения — дивный взор. В общем, внешность Камил Мопен так пленительна, что Жорж Санд не могла обидеться. Возле нее нарисован ее возлюбленный и знаменитый критик Клод Виньон. Прототипом его является Гюстав Планш, но Клод Виньон значительно его превосходит. Какой чудесной силой обладает писатель! Зачем чрезмерно тревожиться из-за того, что творится в обыденной жизни? Когда можно так легко все поставить на свое место в мире романтических вымыслов? Геранда, древнеукрепленный город, вызывает воображение картины феодального мира. Бальзак производит оттуда старинный род барона Дюгеник. Сам барон появляется во всеоружии благородных качеств, которые сразу можно угадать по системе Лафатера. Фигура кажется скорее вымышленной, чем списанной с натуры. Это воплощение рыцарства Британии. Что касается баронессы, то она ирландка, и многое в ее образе взято у графини Гидабони Висконти. Госпожа Дюгеник, все еще красивая в 42 года, старшая, чем графиня, родившаяся в 1804 году, но обе они обладают жаркой красотой августа, богатого красками. Обе отличаются прелестной белизной, в обеих глаза голубые, как бирюза, и обе носят имя Фанни. В Беатрисе, так же, как это было в Лиле и Долине, сразу можно разгадать алхимию романиста. Он берет из действительности, из реального любовного приключения, хорошо ему знакомого, благодаря Жорж Санд, множество подробностей. Все создавать путем вымысла было бы напрасной тратой сил, к тому же не всегда выдуманное звучало бы правдиво. Но задача была не в том, чтобы попросту перенести в роман действительность в чистейшем ее виде, нет, надо было по-своему подать ее. Тут усилить цвет, там сгустить тени, поднять изображаемые характеры до высоты типов и, наконец, связать отдельный случай со всей картиной, показав, как современный мир разрушил патриархальный мирок Геранды. Может, впрочем, случиться, что на некоторых стадиях работы действительность не даст художнику нужной ему натуры. Тогда Бальзак откладывает свое полотно в сторону до тех пор, пока вдохновение или случайная встреча не помогут ему закончить работу. Беатриса ждала развязки пять лет. Пять лет, в течение которых Мари Дагу и ее двойник постарели. И тогда мы увидим, как другая женщина станет прототипом Беатрисы, и как калист Дюгеник, наивный бретонец, который бросил свою юную супругу ради распутной любовницы, будет исцелен от иллюзий и возвращен к семейному очагу благодаря добродетельному заговору, в который вошли его теща, герцогиня де Гранлье, умудренный жизнью Кюре и авантюрист Максим де Трай. В труппе Бальзака имелись актеры на любые амплуа. Но каким бы счастьем не было для Бальзака носить в голове целый мир, ему, увы, приходилось иногда спускаться на глинистой дорожке Жарди, и это становилось настоящей катастрофой. Долги, которые он сделал для покупки и благоустройства этого дома, в 1839 году уже достигли 50 тысяч франков. Бальзак должен всем своим приятелям, должен и привратнице дома в Шайо, и садовнику Бруэтту, привезенному из Виль-Паризи, и даже полевому сторожу в Виль-Давре. Этот низший блюститель закона неосторожно дал взаймы писателю 600 франков, и Гозлан застал Бальзака, когда тот прятался в своем садике, как затравленный заяц, не смея погулять в лесу, из страха столкнуться со своим кредитором. Этот долг фигурирует в списке неотложных, в конце которого Бальзак наивно добавляет «забыл кому сколько, но всего 4 тысячи». Затем сведывали долги спокойные, из них 10 тысяч графини Гидабони Висконти. В бухгалтерии Бальзака сумма этой деликатной денежной помощи сопровождается пометкой уплатить еще до конца года без процентов. Он подарил прекрасной англичанке переплетенные оттиски корректуры Беатрисы, а в самой книге напечатано в посвящении «Саре», что вызвало ревнивое опасение госпожи Ганской. Однако Бальзак надеется и даже питает уверенность расквитаться со всеми своими долгами, если он станет писать пьесы для театра. Перед тем, как начать в 1839 году новую драму «Ватрен», взятую им из своих романов, он смело предложил Ариэлю, директору театра Порт-Сен-Мортен, эту еще не написанную пьесу. И совершилось чудо. Ариэль согласился. Ему до зареза была нужна новая пьеса, а иллюзиями он обольщался, пожалуй, не меньше самого Бальзака. «Никакого риска», уверял себя Ариэль, «герой пьесы известен публике по отцу Горио, играть его будет Фредерик Леметер, успех обеспечен». Теофиль Готье, честный и дружелюбный свидетель, описал, какие невероятные приемы применял Бальзак в качестве драматурга. Романы свои он переделывал и отделывал по десять раз, но совсем не обрабатывал свои пьесы. Накануне того дня, когда он должен был читать его трена в театре Порт-Сен-Мартен, он созвал Готье, Белуа, Урляка и Лоранжана. Собрал он их у портного Бюйсона на улице Ришелье в доме 104. У Бальзака было там пристанище, кокетливо и со вкусом убранная мансарда со штофными обоями, с ковром в синих и белых разводах. Готье так описывает эту сцену. Ну, наконец, и Тео пришел, воскликнул Бальзак, увидев нас. Ленивец, тихоход, ай, унау, поторапливайтесь, вы должны были пожаловать час назад, завтра я читаю у Ареля большую пятиактную драму. «И вы хотите знать наше мнение?» спросили мы, с удобством располагаясь в креслах, как оно и подобает, когда люди готовятся слушать долгое чтение. Угадав по этим позам нашу мысль, он сказал с самым простодушным видом. А драма еще не написана. «Вот дьявол!» воскликнул я. «Придется отложить чтение на полтора месяца?» «Нет, мы живо смастерим драмораму, чтобы получить денежки. У меня как раз подошел срок векселям на солидную сумму. Но ведь к утру невозможно сочинить пьесу. Переписать и то не успеют. Мы вот как устроим. Вы напишите первый акт, Урляк второй, Лоран Жан третий, Де Белуа четвертый, я пятый, и завтра в полдень я прочту пьесу, как было условлено. В одном действии бывает не больше четырехсот или пятисот строк. Пятьсот строк диалога прекрасно можно сделать за сутки, за день и ночь. Но рассказывайте сюжет, наметьте план, обрисуйте в нескольких словах действующих лиц, и я примусь за работу, ответил я, порядком испугавшись. Ах, так, воскликнул Бальзак с великолепными интонациями удрученности и гордого презрения, вам еще сюжет рассказывать. Этак мы никогда не кончим. Из всех приглашенных за дело взялся только незаменимый Лоран Жан. Может быть, он даже сделал больше, чем Бальзак. Конечно, на следующий день читка не могла состояться. Разумеется, нет. Пьеса была представлена в цензуру в январе 1840 года и сначала была отвергнута под соображением морального характера. Обнаружена была сходство главного героя с Робером Макером, торжествующим ворами-насмешником. В конечном счете Ватрен оставался безнаказанным. После некоторых незначительных поправок автор получил разрешение на постановку. Премьера состоялась 14 марта и атмосфера в зале была враждебной и страха перед журналистами, злобствовавшими на него за утраченные иллюзии, где Бальзак дал беспощадную картину их нравов. Он вздумал рассадить их в перемешку с платными зрителями. Но его противников оказалось в зале большинство. Три первых акта были встречены холодно. В четвертом акте появление на сцене Фредерико Леметро в мундире мексиканского генерала с хохлом на голове, как у Луи Филиппа, вызвало бурю возмущений. Герцог Орлеанский демонстративно вышел из ложи и, вернувшись во дворец, разбудил короля. «Батюшка», сказал он, «Вас выводят на театре в карикатурном виде. Неужели вы это потерпите?» На следующий день пьеса была запрещена. Бедняга Бальзак очутился, как Перетта в басне перед разбитым кувшином. Эта басня преследовала его. Провал Ватрена был тяжелым ударом для всего небесного семейства. Из-за безденежья Сервиль не может ни прокладывать каналы, ни строить железные дороги, и от этого он совсем теряет голову, становится все более раздражительным и вспыльчивым. «Он со всеми на ножах и рычит, как лев», пишет теща своим живописным слогом. Жена, которой он оскорбляет, в утешении себе говорит дочерям, что у него мостовое настроение. После резких выходок Сервиль чувствует угрызение совести и готов просить прощения, но характер у него гордый, а лора отбитчива, так что лед все не тает. Бедняжка Лора, ей уже не двадцать лет, она постарела, красота увяла, ее одолевает печальные мысли об ушедшей молодости, о потерянных возможностях. По счастью, ее дочь Софи так мила и нежна с матерью. Она тоже твердит, «Это все мост виноват». И в самом деле инженер Сервиль достоин жалости, он работает день и ночь, и все же на грани разорения. У зяти госпожи Бальзаки и Шурина Оноре Бальзака положение трудное. Лора это прекрасно понимает, она признает, что ее муж славный человек, но не блещет талантами, больше всех дарований он наделен сердечным жаром. После очередной супружеской стычки она говорит служанке, «Вот они прелести супружеского счастья». Она отказывается от балов, от вечеров, от спектаклей, она начинает беспокоиться о замужестве дочерей. Словом, Лора Сервиль становится такой же, какой была когда-то в Вильпаризе ее мать. Оноре доставил им обеим много беспокойств. После запрещения Ватрена Лора дала ему займы 600 франков из той скромной суммы в 500 франков, которые муж выдавал ей ежемесячно на стол. Если бы Сервиль узнал об этом, какую сцену ревности он устроил бы? А когда Бальзак заболел от неудачи в театре, Лора храбро приняла его в свой дом, уложила в постель, обеспечила ему хороший уход, но зачастую слышала за это укоры мужа. «Я же тебе говорил, что так и будет». Госпожа Бальзак пишет, «Ты и представить себе не можешь, сколько вот Рен причинил мне горя. О деньгах я уже не говорю. Репутация онере погибла. Теперь он конченый человек, если только новой своей пьесой не завоюет блестящего успеха». Можно подумать, что дело происходит в Байе в 1820 году. Мать величайшего в мире романиста портит себе из-за него кровь, как и во времена наследницы Бирага или Орденского векария. Арьергардные бои Одно из несчастья высокого ума состоит в том, что он неизбежно понимает все и пороки и добродетели. Бальзак Вполне естественно, что великий писатель, страдающий от того, что у него нет морального и общественного престижа, на который он имеет право, иной раз мечтает об Апофеозе Вольтера. В 1839 году Бальзак, казалось ему, нашел свое дело Каласа. Примечание речь идет о процессе нотариуса и журналиста Пейтеля. Пейтель был казнен по обвинению в убийстве своей жены. Бальзак принимал активное участие в защите Пейтеля и хотел придать этому процессу общественное звучание, как некогда сделал Вольтер, защищавший посмертно Каласа, жертву католицизма. Спасти невиновного задача не менее славная, чем создать образ бандита. Дело Пейтеля привлекло внимание Бальзака, потому что он знал обвиняемого. Он встречался с ним в Париже в 1831 и 1832 годах, когда Пейтель, тогда еще очень молодой человек, приобрел пай в журнале Вольер и вел в нем театральное обозрение. Пейтель казался ему человеком тщеславным, горячим, спыльчивым, но добрым. Расставшись с Парижем, Пейтель работал у нотариуса в Лионе, потом в Маконе и, наконец, устроился нотариусом в Белле. 7 мая 1838 года он женился на креолке Фелиси Алькасар. «Бесспорно привлекательной особи», пишет Перот. «Она была смуглянка, как все женщины, родившиеся на Антильских островах, где в минуты страстного волнения девичьи щеки пылают, скрадывая матовую бледность, свойственную этим хрупким созданием. Она была капризна и переменчива. Даже в родной семье ее считали лживым и очень опасным существом». В ночь с 1 на 2 ноября 1838 года Пейтель внезапно разбудил практикующего в Белле врача Мартеля. Он привез к нему из Макона свою молодую жену, смертельно раненую, и умолял врача оказать ей помощь. Он заявил, что его слуга Луи Рей выстрелил из пистолета по Фаэтону. Увидев, что госпожа Пейтель ранена, нотариус бросился преследовать убийцу. Как всегда, во время поездок он был вооружен шахтерским молотком и этим молотком ударил Луи Рея. Не знаю, сколько ударов я нанес ему по голове, пока он не упал у моих ног. Жандармерия и судебные власти не поверили объяснениям Пейтеля. Общественное мнение Белле настроено было крайне враждебно по отношению к этому нотариусу, чужаку, недавно поселившемуся в городе. На судебное следствие оказали влияние политические страсти. Обвинительный акт создал некую воображаемую фигуру Пейтеля, человека скрытного, лицемерного, который вел в Париже распутную жизнь, промотал свое состояние и женился на очень богатой дурнушке, что было неверно, желая раздобыть таким образом деньги на покупку нотариальной конторы. Бальзак и Говорни, которые знали Пейтеля, не могли поверить, что он был таким чудовищем, каким изображала его прокуратура. Когда суд присяжных в Бурке приговорил Пейтеля к смертной казни, оба друга поехали навестить его в тюрьме, а Бальзак, встав на его защиту, написал длинное письмо о процессе Пейтеля белейского нотариуса. Он попытался нарисовать более верный портрет осужденного. Пейтель получил такое же воспитание, как обычно дают детям в порядочных семьях. Родители оставили ему состояние в сто тысяч икю. Как нотариус он принадлежит к той буржуазии, которая теперь почти что полновластно царит во Франции. В молодости он занимался литературой, работал в парижской прессе. Разве мы не обязаны защитить его? Проявляя большую осведомленность в юридических вопросах, Бальзак доказывал, что Пейтелю совсем не нужно было преданное Фелиси для того, чтобы заплатить за нотариальную контору, что недвижимое имущество в Маконе, доставшееся ему по наследству, осталось нетронутым, и, наконец, что Ламартин, великий Ламартин, прислал единодушные свидетельства людей, знавших Пейтеля и подтверждавших чистоту его прошлого и безупречности жизни. Все усилия были тщетными, и, быть может, только раздражали судей. Луи-Филипп не забыл, что Пейтель, как журналист, лез в политику, и однажды опубликовал под псевдонимом Луи-Бенуа «Садовник» физиологию груши, где крайне непочтительно говорилось об очертаниях королевской физиономии, да еще эта статейка сопровождалась иллюстрациями Анри-Монье. Примечание сатирики в годы июльской монархии в карикатурах обычно изображали Луи-Филиппа с грушевидной головой. Рожет Бувар написал ядовитую песенку «Увы, увы, никак не подыщет Каласа Бальзак». Манера и внешность Бальзака не понравились судейским чиновникам Бурка. «Ну да, Бальзак, говорил Гаварни, почему у вас нет приятеля, какого-нибудь тупоголового и преданного буржуа, который вымыл бы вам руки и завязал как следует галстук?» Тейтеля казнили 28 октября 1839 года. Кажется, он действительно был виновен, но иначе, чем об этом говорилось в обвинительном акте и преступление его носило менее гнусный характер. Тейтель не захотел открыть, что его жена была в связи со слугой. Быть может, связь эта существовала еще до брака, так как Луи Рей состоял у услужения у маркизы де Монришар сестры Фелиси. Убийство из ревности все же было не таким омерзительным, как убийство ради денег. Бальзак писал чужестранке, что этот бедный малый мог бы спасти свою голову, если бы сказал всю правду. Да, у Пейтеля имелись обстоятельства более чем смягчающие, но ссылаться на них было невозможно. Люди ведь не хотят верить некоторым благородным чувствам. Но теперь уж все кончено. Я вам когда-нибудь дам прочесть то, что он написал мне перед тем, как взойти на эшафот. Он был мучеником своей чести. За такие чувства, обуревающие героев Кальдерона, Шекспира и Лопе де Вега, театр рукоплещет, а в борке за них человеку отрубили голову. Бальзак великодушно отдавал ради защиты обвиняемого и свое время, и свое перо, и деньги. Хлопоты по делу Пейтеля, поездки в Бург, напечатание письма обошлось ему в 10 тысяч франков, и, как он наивно говорил, принесло еще убытку на 30 тысяч франков, замедлив его работу. И произошло это в такое время, когда ему нужно было мобилизовать все средства. В июне 1840 года общая сумма его долгов, поднимающаяся как морской прилив, достигла 262 тысяч франков. Среди этих долгов на 115 тысяч франков было дружеских долгов госпожа Бальзак, госпожа Д'Авануа, доктор Накару, портному Бьюиссону и так далее. И на 37 тысяч неоплаченных, но спокойных векселей, как, например, супруги Висконти. Но был по крайней мере один весьма неспокойный кредитор, некий Фуллон, домовладелец своего рода Гапсек, который под ростовщические проценты дал Бальзаку 5000 франков под залог его авторских прав Наватрена. Не получив долга, он пустил в ход, как это делал некогда Даккет, все средства судебного воздействия, включая и наложение ареста на имущество должника. В Жарди эта комедия возобновилась. Садовник Бруэт сказал судебному приставу, что флигель со всей находящейся в нем мебелью принадлежит графу Гидабони Висконти. В доме Бальзака нет никаких вещей, пригодных для продажи с молотка, кроме китайской вазы с щербатыми краями и разрозненных книг. Тогда безжалостный Фуллон добился наложения ареста на недвижимое имущество, то есть на оба флигеля. Бальзаку надо было спешно продать в Жарди и переселиться в другое место. Улица Батай была окружена, красивая мебель, поставленная у Бюйсона на улице Ришелье, вывезена по постановлению суда, в который обратился свирепый кредитор. Даже госпожа Бальзак держала себя не так спокойно, как того хотелось ее сыну. Вот что написала ему 22 октября 1840 года. Нынче, дорогой и любимый сын мой, мне исполнилось 62 года. Я начала этот день молитвой за вас, дети мои, и мысленно благословила вас. Каждый день молю проведение, чтобы оно поддержало тебя в твоей борьбе. Она хранила молчание более двух лет и не виделась сыном из страха, что ей будет оказан холодный прием. Но как она страдала из-за того, что живет на средства зятя? Не мог бы сын дать ей приют? Эта мысль привела Бальзака в ужас. Если под одной кровлей с ним будет жить такая неуравновешенная женщина, как его мать, это будет жестокой угрозой его душевному покою. А ведь ему еще так много надо написать. Чем больше он продвигался по своему пути, чем больше создавал, тем больше цель как будто отдалялась от него. Однажды он написал «Зюльмя коро». Будущее начинает приближаться, а через несколько месяцев уже сообщал «Все одно и то же, бесконечный ночи, ночи и по-прежнему впереди целые тома. То, что я хочу построить, так высоко, так обширно». По правде сказать, раз он хочет соперничать с самим Богом, то ему не закончить своих произведений, проживи он хоть сто лет. А кто кроме зюльмы коро понимает его? Его отношения с Гидобони висконте становятся менее теплыми. Хотя графиня и любит Бальзака, она устает от этой беспокойной жизни, от этих постоянных долгов, от этих судебных исполнителей, осаждающих его со всех сторон. Да, кажется, и Бальзак уже исчерпал все радости этой любовной связи. Сара никогда не требовала и не обещала верности. Она втайне применяла в жизни свои собственные британские принципы морали. Ей было известно о романе Бальзака с Ганской, и он ее не смущал. Впрочем, переписка Бальзака с его Евой стала более вялой. Надежды неизменно сменялись разочарованием, и их затягивал туман забвения. Появлялись другие женщины, ибо Бальзак не умел противиться соблазну любовного приключения, которое могло стать сюжетом романа. В апреле 1839 года он напечатал в лес Йокль, директором которого был его приятель Дютак, первую часть Беатрисы. По поводу этого романа Бальзак получил письмо. Его корреспондентка была, как она сообщала, молодая девица уроженка Геранды, а посему поклонница вдвойне заинтересованная книгой. Во-первых, история, описываемая там, развертывалась в ее родных краях, а во-вторых, героиня романа зовут так же, как и ее Фелисите. Странная причина для восхищения глубоким произведением, но находятся и такие читательницы. Бальзаку доставляло удовольствие эта переписка, потому что юная солеварка выступила в роли боязливой влюбленной, очарованной великим и недоступным человеком, зная, что он находится в жарде и выздоравливает там после того, как вывихнул себе ногу, барышня послала ему вышитый коврик с цветочным узором, и Бальзак подтвердил получение посылки. 3 июля 1839 года. Мадемуазель, я еще не могу ходить, и этим плачевным обстоятельством объясняется запоздание в присылке моих жалких цветов риторики взамен ваших прелестных букетов. Которые стоят безумного труда и прекрасны, как творение волшебницы, заточенной в темницу. Чувства, выраженные в вашем письме, конечно, извинят меня за то, что я бегу из Парижа в деревню, ибо Париж губителен для некоторых душ. В конце недели я вышлю книги, если они к тому времени будут переплетены, по адресу, указанному вами. Поскольку вы подражаете Господу Богу и дарите смертным своих щедрот и не показываясь им, я выражу в письме то, что хотел бы сказать вам устно. Меня растрогали чувства, которым я обязан вашим письмом. И я ответил на него лишь потому, что чувства эти отличаются, на мой взгляд, от любопытства, которому дают волю авторы других посланий ко мне. То, что вы говорите на прощание, показывает, какая у вас поэтическая душа. Искренние порывы сердца всегда красноречивы. И когда я думаю обо всем, что мне пришлось потерять, я нахожу, что вы поступаете хорошо. Но смею уверить вас, не увидев вашего таинственного личика, я больше и думать не стану ни о Британии, ни о тех прекрасных краях, где вы живете. Я подал повод к некоторым сплетням обо мне, но если ваша крестная мамаша может быть и права в своих утверждениях, умоляю вас поверить мне, мадемуазель, что не только среди писателей, но и вообще среди мужчин, я принадлежу к числу тех, кто может лишь бескорыстно восхищаться вами, даже если б я и не оказался предметом, как вы говорите, правленности вашего ума. Наш брат больше, чем все прочие вместе взятые знает, как редко встречается это благородное чистосердечие, которое выгодно отличается от пошлых условностей. Прошу вас сгонить от себя мысль, которая была бы для меня горькой. Позвольте мне выразить вам свою признательность и поблагодарить за все ваши знаки внимания. Письма этой новой незнакомки представляли собой весьма любопытную смесь подлинных фактов и бесстыдной лжи. Хвастаясь тем, что она принадлежит к старинному дворянству, Элен Мари Фелисете де Валет говорила правду, и тут же она лгала, сообщая, что мать я жива и находится при ней. Госпожа де Валет умерла за 21 год до этого. Элен называла себя бретонкой и говорила, что она не замужем. Она действительно по происхождению бретонка, так как родилась в Рашфоре Сюрмер и воспитывалась в монастырском пансионе в Ванне. Но то, что она никогда не была замужем, чистейшая ложь. Она была единственной дочерью морского офицера, который, овдовев, постригся в монахи и вышла замуж рано в 17 лет за 50-летнего вдовца Натариуса, у которого был юноша-сын. В 1839 году, когда Элен задумала завоевать Бальзака, ей было 30 лет. Она заказывала гравировать на своей почтовой бумаге графскую корону и больше уже не желала, чтобы ее называли вдова Гужона. Ее супружеская жизнь была недолгой. Замуж она вышла 18 января 1826 года, а 25 ноября 1827 года овдовела. По завещанию покойный муж оставил ей в полную собственность четвертую часть своего движимого имущества, которое она могла передавать и по наследству. Он оставил ей также, но лишь в пользование, четвертую часть недвижимого имущества. Все остальное ванский нотариус назначил своему сыну от первого брака. Особым пунктом завещания оговаривалось, что молодая вдова, достигшая всего лишь 19 лет, теряет право пользования недвижимым имуществом, если выйдет замуж второй раз. Элен Гужон не хотела признаваться Бальзаку не в том, что она вдова, не в том, что у нее есть любовник и внебрачный сын. Она состояла в постоянной связи с дворянином, владельцем замка на берегах Шера, графом Молинедар Темаром, и от него у нее в 1831 году родился мальчик, нареченный Эженом. С графом она обращалась как к супругам, то есть питала к нему больше уважения, чем любви, и бессовестно изменяла ему. В ее жизни был еще и второй покровитель, барон Ипполит Ларе, военный врач, так же, как его знаменитый отец и самый обаятельный человек на свете, питал к ней глубокую привязанность, длившуюся всю его жизнь. В 1839 году прекрасная солеварка жила то в Британии, то в Париже, где у нее было пристанище, простая мансарда художника в доме номер 12 по улице Кастильон. В конце осени она получила от Бальзака разрешение посетить его в Вильдавре. Когда она явилась туда, писателя не было в Жарди. Она смело проникла в дом и даже дерзнула взять там какую-то вещь на память. Я чувствовала все неприличие воровства, которое я позволила себе совершить у вас. Но я была как безумная, да, я как безумная плакала от радости, от счастья, что я вдруг оказалась в тех местах, которые вам нравилось устраивать по своему вкусу, которые вы любили. Простите же мне, как прощают безумцам. Должно быть, Элен присвоила себе чернильницу Бальзака, потому что взамен подарила ему ту чернильницу, которую ей завещала ее крестная мать, госпожа Даламуаньон. Из письма в письмо смелая мистификаторша продолжала сочинять истории своей жизни. Вот она сообщает, что вышла замуж. Ей приходится расстаться с Британью, и на прощание она раздарила приятельницам все свои девичьи безделушки. Буду ли я счастлива? Одному Богу это ведомо. Мне жаль расставаться с родным краем, и однако ж единственная радость, которую я там изведала, исходила от вас. Я найду ее повсюду. Такое восторженное поклонение, предметом которого оказался Бальзак, не могло не соблазнить его. В начале 1840 года Элен явилась к нему собственной персоной, великодушно предложила денежную помощь и не проявила неприступной добродетели. В марте Бальзак уже называет ее «Моя дорогая Мари, симптом безошибочный». Занимает у нее 10 тысяч франков, тоже разоблачающая примет, обещает вернуть деньги после торжества в Атрена и, так, как не может расплатиться, дарит ей корректурные оттиски Беатрисы, собственноручно правленные им. «Моя дорогая Мари, вот отработанные корректурные оттиски Беатрисы, книги, которые я благодаря вам питаю такую привязанность, какой никогда не чувствовал ни к одному своему произведению, и которая оказалась связующим звеном, породившим нашу дружбу. Я дарю такие вещи только тем, кто любит меня, и среди тех, кому я дарил их, не знаю сердца более чистого, более благородного, чем ваше. «Шлю тысячу поцелуев, до свидания, дорогая». Эти излияния, это подношение рукописей составляет в глазах Бальзака доказательства любви, и они ни к чему не обязывают. Однако ему приятно было думать, что его любит ангел чистоты, дочь первобытной Британии. Через месяц он сообщает Олен, что пишет новую пьесу «Меркаде», и из доходов за нее заплатит долги, которые не мог погасить Ватрен. В октябре я заплачу по своей театральной закладной. Пишу об этом наспех, чтобы успокоить вас, бесценное мое сокровище. Спасибо за письмо, милая душечка. Но очень скоро бритонскому ангелу подрезали крылышки. Некий Адмон Кадор, кажется, это был никто иной, как Роже де Бувар, журналист, писавший под разными псевдонимами, сделал Бальзаку неоспоримые и неприятные разоблачения. Элен де Валет, вдова, фамилия ее по мужу Гужон. Она признала своим незаконного ребенка, рожденного ей вне брака. Ее открыто содержит два богатых человека. У нее было много мимолетных увлечений, и в числе ее любовников состоял и сам доносчик. Бальзак, жертва мистификации, написал мистификаторше, которая проводила то лето в Британии, потребовала от нее объяснений. Она потеряла самообладание. Элен де Валет, Бальзаку, Бац, 29 июля 1840 года. После вашего письма моя жизнь стала сплошным кошмаром, и когда я отвечала, вам-то сама не знала, что делаю. Мне важно было одно — уверить вас, что я никогда не любила господина Кадора. Теперь вы просите меня рассказать подробно и правдиво обо всем. Я никогда не принадлежала этому человеку. Он забавлял меня, я терпела его возле себя из страха и из кокетства. В первый же день, как мы познакомились, он мне заявил, что был любовником Жорж Санд и что он стягал ее хлыстом. Это привело меня в ужас. Дорогой, вот и все, больше мне нечего об этом сказать. Кадор тщеславное существо. Вы могли бы вырвать у него мои письма, но не можете помешать ему болтать. Он почитал бы счастьем для себя оказаться замешанным в приключении, где его имя будет связано с именем такого человека, как вы. А мне этого совсем не хочется. Я готова нести последствия своего преступного легкомыслия, но вы, мой любимый, должны оставаться в стороне. Элен де Валет, мистификаторша, опьяневшая от своей поэтической уже продолжала сочинять себе подкрашенную жизнь. Элен де Валет, Бальзаку, август 1840 года. Не следовало понять вас и питать к вам больше доверия. Мы с вами побеседуем, раз вы так добры, что проявляете интерес к моему положению. Я буду благоразумна. Я хотел сохранить свою независимость. Я бываю свободно десять месяцев в году. Я живу одна. Мне приходится иметь дело с честнейшим в мире человеком. Ради меня он принес огромные жертвы, как по части состояния, так и своего положения в обществе. У меня есть обязательства по отношению к нему. Ни за что на свете я не согласилась бы причинить ему хоть малейшее горе, и поэтому я трепетала, как бы этот гнусный Э. К. не скомпрометировал меня. У меня нет графу тех чувств, которые я так желала бы иметь, но я знаю, что мне нужно окружать его доказательствами моей нежности к нему. Я хотел молчать обо всем и быть для вас видением, навсегда остаться для вас дикаркой, дочерью Дикой Британии. Но вот явился некий Кадор, открыл вам мое имя, рассказал о моем ребенке, и вы пожелали, чтобы я все открыла вам. Теперь вы все знаете обо мне, и хорошее, и дурное. В конце концове сам Бальзак никогда не был образцом верности и не выказывал чрезмерного уважения к добродетели. Два актера нуждались друг в друге. Для реплик. Лен была приятной подругой в путешествии, Бальзак должен был ей денег. Зачем разрывать? В апреле 1841 года он съездил в Селен в Британь, чтобы еще раз посмотреть на геранду, на Круазик и Бац, которые осматривал когда-то с госпожой де Берни. Он задумал закончить роман Беатриса, последняя часть которого еще не была написана. 16 июля 1841 года Бальзак писал Ганской «Душевная и телесная усталость заставили меня совершить маленькое путешествие по Британи, занявшее две недели в апреле и несколько дней в мае». Я вернулся совсем больным. Весь конец мая провел в ванной, ежедневно сидел в ванне по три часа, чтобы избежать воспаления. Тогда ходили неприятные слухи о состоянии здоровья Эленда Валет. В последней части романа Беатриса в образе героини гораздо больше воплощена Эленда Валет, чем Мари Дагу. Бальзак рисует неуравновешенную особу, обезумевшую от жажды мести, женщину, которой жестокость внезапно берет верх над кокетством. И, может быть, Эленда Валет имеет отношение к этой метаморфозе, пишет Морис Регар в своем предисловии к Беатрисе. Она талантливо умела играть комедию любви, и слова Максима Детрай в беседе с герцогиней Де Граньле выражают собственные мысли Бальзак. Подлинная любовь говорит «Я люблю ее, пусть она низкое существо, пусть обманывает меня и будет обманывать впредь, пусть она видала виды, пусть она прошла огонь и воду». И все-таки бежит к ней и видит синеву небес, райские цветы. В 1841 году Бальзак посвятил сельского священника Элен. Но в рабочем экземпляре, по которому он в 1845 году готовил роман к переизданию, он вычеркнул это посвящение. Любовники поссорились, и госпожа Де Валет весьма резко требовала, чтобы Бальзак возвратил ей с процентами 10 тысяч франков, которые она ему дала в долг. Жалкое и некрасивое любовное приключение. А благородная зюльма Каро казалось, совсем была принесена в жертву новым увлечением. Он не только не приезжал больше во Фрапель, но даже когда госпожа Каро жила в Версале, так близко от Жорди, он не находил времени хоть на минутку заглянуть к ней. Высокими душами всегда пренебрегают, потому что они никогда не жалуются, им противно плакаться. Вы конечно понимаете, что если я не мог приехать в Версаль повидаться с вами, значит, я был связан неотложной работой. Я едва сумел вырваться посмотреть диву. У меня в моих компаниях нет ни времени, ни места для привалов и биоаков. Вот я и тружусь, написал дочь Евы Беатрису провинциальную знаменитость, всего пять томов, восьмую долю листа, и печатаю сейчас сельского священника, судите сами, какова моя жизнь. Зельма Коро больше винила любовной интриги Бальзака, чем его труд. Вы счастливы, писала она, я это знаю и не хочу, чтобы какие-нибудь посторонние мысли примешивались к теперешнему вашему блаженству. Узнав, что провинциальная знаменитость вышла в свет, я раздобыла книгу. Это произведение целиком продиктованное умом, но умом очень здравым, простое, без претензий. Давно уже ни одна из ваших книг не доставляла мне такого удовольствия. Мы идем с вами разными дорогами и неудивительно, что нам не удается протянуть друг другу руку. Бальзак Зюмеккаро ноябрь 1839 года. Вы считаете меня счастливым? Боже мой! А ко мне пришло горе, тайное, глубокое горе, о которым и сказать нельзя. Что касается материальной стороны жизни, то написанных 16 томов и созданных в этом году 20 актов театральных пьес оказалось недостаточно. 150 тысяч франков, заработанные мною, не принесли спокойствия. Жорди должно было составить мое счастье во многих отношениях, а оно разорило меня. больше не хочу иметь сердце, поэтому я весьма серьезно подумываю о женитьбе. Если вам встретится девушка лет 22, богатая невеста с приданым в 200 тысяч или хотя бы в 100 тысяч франков, лишь бы ее приданное можно было употребить для моих дел, вспомните обо мне. Я хочу, чтобы моя жена могла приноровиться к любым обстоятельствам моей жизни, могла бы стать женою посла или усердной хозяйкой в Жорди, но никому не говорите это секрет, она должна быть девушкой честолюбивой и умной. Зюльма Коро Бальзаку 2 декабря 1839 года Я не знаю ни одной девицы, отвечающей поставленным вами условиям. Да если бы знала такую-то, меня остановили бы ваши слова, больше не хочу иметь сердце, а поэтому подумываю о женитьбе. В моих глазах, еще больше, чем прежде, брак дело серьезное. Я много размышляла над вашей физиологией брака, и как же мне оказались знакомы все несчастья и бедствия, которые мужья сами насаждает в семье. И у меня теперь слезы подступают им горло всякий раз, как я бываю на свадьбах. Позвольте же мне не принимать никакого участия в деле, которое может быть станет для вас мучением всей жизни. Как могла госпожа Коро, прекрасно зная своего друга, принимать всерьез его мимолетные настроения. Он больше не думал об этом деле, так как весь был поглощен сельским священником и многими рассказами. Бальзак уже давно обещал Ганской написать роман «Католический священник». И теперь он исполнил обещание, но действие романа развертывалось на мрачном фоне трагической любви и преступления воспоминания о деле Таителя. о котором проницательный священник Бонне догадывается только во второй части романа. Первая часть это история Вероники Граслен, жены богатейшего лиморского банкира, который, противен ее муж, человек, отталкивающий внешности и грубый деспот. От всех скрыта ее любовная связь с рабочим фарфорового завода Жаном Франсуа Ташероном. Любовь приводит его к тому, что он непредумышленно совершает убийство. Он арестован, приговорен к смертной казни и, боясь скомпрометировать Веронику, притворяется сумасшедшим до того дня, когда аббату Бонне приходскому священнику вымышленной деревни Монтаньяк удается тронуть его суровую душу. Ташерон идет на казнь как христианин. Читателю ничего не известно об этой трагически завершившейся связи, он только становится свидетелем раскаяния Вероники. Вдовев, она удаляется в Монтаньяк, феодальное владение, проданное герцогом Новоренским банкиру Граслену. Из окон замка она видит могилу своего казненного любовника. Руководимая аббатом Бонне, Вероника пытается добрыми делами искупить свою вину. Край гибнет из-за отсутствия воды и стародавних способов обработки земли. Вероника заручается содействием молодого инженера Грегора Жерара, окончившего политехническое училище, человека, которому надоели парадные мундиры студента в училище и высокое начальство, и который счастлив был посвятить себя огромному начинанию в образе Жерара есть черты и Сюрвиле. Католицизм и деятельность спасут Веронику, и на смертном своем одре она всенародно покается в своем грехе. Ни один из романов Бальзака, даже Лилия Долины и «Сельский врач» не показывают так ясно, чем была для него религия. Он не верит в формальные истины догматов, но думает, что милосердие таких священников, как Аббат Болне, возрождает надежду в людях, которые считают себя бесповоротно погибшими и потому бывают озлоблены. Душа священнослужителя, смиренная душа, полная любви и самоотверженности, может возродить к новой жизни даже преступников, при том условии, чтобы они тоже участвовали в жертвоприношении. Эту возвышенную идею Бальзак проводит в сельском священнике с неослабной ясностью мысли и слога. Лесные пейзажи, каменистые пустоши, картины сельских красот чередуются с удивительными техническими докладами о совместных благих делах Аббата Болне и инженера Жерара. В длиннейших и скучных тирадах Бальзак подробно излагает способы распашки целины и методы ирригации. Это Георгики молодого инженера. Примечание Георгики, то есть поэма о земледелии, дидактическое произведение римского поэта первого века до нашей эры Вергилия. Сельский священник, так же, как и сельский врач, верит в спасительное воздействие труда. «Вашими молитвами должны быть труды ваши», говорит Бонне. «Здесь Бальзак недалек от заключительной мысли второй части Фауста, где превозносятся те же моральные принципы, какие выдвигает инженер Жерар. Бальзак всегда был ближе к Гете, чем он думал». Еще раз он пустился в практическую деятельность, основав ревю Парезьен. Как будто уж достаточным уроком должен был оказаться для него крах «Кроник де Пари». Но вот в 1839 году Альфонс Карр основал боевой политический и литературный ежемесячный журнал «Ле Гетт». Первый номер его тотчас был распродан в количестве 20 тысяч экземпляров, а затем его стали раскупать и по 30 тысяч экземпляров. У Бальзака было больше таланта, чем у Карра, больше работоспособности и не меньше смелости. Почему же ему одному не взяться за журнал? Во вступительной статье он определил свои задачи описывать комедию управления, показывать, что делается за кулисами политической жизни, говорить правду в области литературы, где критики зачастую не достают искренности, и, наконец, публиковать фрагменты своих собственных романов. Журнал не ограничится обещанием привлечь самых знаменитых писателей, он уже привлек их. В действительности к услугам журнала имелось перо лишь одного писателя, зато отточенное на славу. Журналу нужен был администратор. За это дело взялся Дютак, и он же занялся технической стороной. Доходы решено было делить пополам. Бальзак надеялся, что, став владельцем журнала, он завоюет прежнюю независимость. В ежедневной прессе у него были опасные соперники Александр Дюма, Эжен Сю, Фредерик Сулье. Они не отличались такой глубиной ума, как он, но им легче было применять рецепты газетной кухни, вырезки, фельдетоны с продолжением. Бальзак еще фигурировал среди маршала Фильеттона, но уже с трудом удерживал в своей руке маршальский жезл. И вот Ревю Парезьен должно было стать линией отступления. В журнале Бальзак напечатал прекрасной новеллу «Зе Маркас». Это имя он нашел, читая вывески в квартале Сантье. Хотя это имя странно и дико, у него все права на то, чтобы сохраниться в памяти потомства. Оно звучит стройно, оно легко произносится, ему присуща та краткость, которая подобает прославленным именам. Черт возьми, оно походит на фамилию Бальзак. Что касается изломанной линии буквы «З», то не отображает ли очертание этой буквы неверный причудливый зигзаг бурной жизни. Маркас республиканец, патриот. У Маркаса, как у Бальзака, большая голова, крупные черты лица, широкий нос, раздвоенный на конце, как у льва, почти что грозное лицо, которое озаряет черные бесконечно ласковые глаза, спокойные, глубокие, полные мысли. Бальзак любит своего героя так же, как любит он Мишеля Кретьена. Подобно Питту, которому Англия заменяла жену, Маркас носил в своем сердце Францию, она была его кумиром. Надо отметить, что восхищение, которое у Бальзака вызывает Маркас, не противоречит его монархизму, и Бальзаку, и Маркасу противны были медиакратия и геронтократия. Примечание медиакратия, то есть власть буржуазной посредственности. Медиус середина, золотая середина была политическим идеалом буржуазии. Политический строй, порожденный революцией, которую совершили молодежь и интеллигенция, отстранил молодежь и интеллигенция. Сейчас всю молодежь толкает к республиканским идеям. Она вспоминает молодых делегатов конвента и молодых генералов 1792 года. При Луи Филиппе в парламенте нет 30-летних депутатов. Вот что возмущает и Бальзака, и его героя. Бальзак вел также в своем журнале литературную критику. И это была критика громовая, блестящая, несправедливо суровая по отношению к бедняге Латушу и Кэжену Сю, чудесным образом угадавшая однако гений Стендаля, тогда еще малоизвестного. Бальзак писал о Латуше в номере своего журнала 25 июля 1840 года. «Нистовую пляску невозможных преступлений и глупостей вот что покажет вам жалкий неволшебный фонарь под названием Лео. Лео доказывает, что искусство подготавливать сцены, намечать характеры, создавать контрасты, поддерживать интерес ему совершенно неведомо». Латуш и Бальзак не только были в ссоре, они терпеть не могли друг друга. Латуш давал Бальзаку слишком много советов. «Это трудно простить. Бальзак не следовал этим советам. Это невозможно простить». «Берегитесь», говорил о нем Бальзак Жорж Санд. «Вот видите, в одно прекрасное утро он, неизвестно почему, окажется вашим смертельным врагом». А все дело было в том, что Латуш любил своих молодых лошадок лишь до тех пор, пока они не начинали брать призы на скачках. На которых сам он всегда проигрывал. Но надо сказать, что лошадки безжалостно кусали своего учителя. Бальзак жестоко получился против Сент-Дева, всегда отзывавшегося о нем пренебрежительно. Статья Бальзака о пор рояле была просто ужасна. Господин Сент-Дев возымел удивительную идею возродить скучный стиль. Когда читаешь господина Сент-Дева, скука порой поливает вас подобно мелкому дождику, в конце концов пронизывающему до костей. В одном отношении автор заслуживает похвалы. Он отдает себе должное, он мало бывает в свете и распространяет скуку лишь с помощью пера. Стихи господина Сент-Дева всегда казались мне переведенными с иностранного языка человеком, который знает этот язык поверхностно. Пор рояль хорошая книга и критика Бальзака несправедлива. Единственным оправданием этой сосредоточенной злобы было то, что тут пример подал сам Сент-Дев. Он называл Бальзака врачом, специалистом по секретным болезням. Да-да, он позволяет себе фамильярности, как эти доктора, заглядывающие за полок Алькова, и допускает такие же вольности, как торговки старьевщицы, как маникюрши, как кумушки сплетницы. И Сент-Дев еще добавляет, самому плодовитому из наших романистов понадобилась навозная куча высотой в дом, чтобы вырастить на ней несколько болезненных и редких цветков. В ревю Паризиен Бальзак в отместку сравнивает Сент-Бева с моллюсками, у которых нет ни крови, ни сердца, чья мысль, если только она есть, скрывается под противной беловатой оболочкой. Что касается стиля, то его вялые, беспомощные и робкие фразы, соответствующие сюжетам произведений, плохо раскрывают идеи автора. Но этюды Бальзака о Бейле Фредерике Стендале могут порадовать благородные умы. Знаменитый романист бросил весь авторитет своего имени на весы литературной критики, чтобы поставить в первые ряды писателей малоизвестного публики автора, написавшего за десять месяцев до появления статьи «Парнскую обитель», неудостоенное благосклонного внимания ни одного журналиста. Никто не понял, никто не исследовал этот роман. Я, а я думаю, что кое-что в этом понимаю, прочел на днях это произведение в третий раз. Я нашел его еще более прекрасным и испытал чувство, похожее на счастье, возникающее в душе человека, когда его ждет доброе дело. Господин Бейль написал книгу, прелесть «Который раскрывается с каждой главой». В том возрасте, когда писатели редко находят значительные сюжеты, и после того, каким написано уже два десятка высшей степени умных книг, он создал произведения, которые могут оценить только души и люди поистине выдающиеся. Он написал современную книгу о князе, роман, который написал бы Макеавелли, «Живи он, изгнанный из Италии в девятнадцатом веке. Я знаю, сколько насмешек вызовет мое восхищение». О госпоже Ганской он сообщал в письме. Бейль недавно опубликовал, по-моему, самую прекрасную книгу из всех, какие появились за последние пятьдесят лет. Бальзак был знаком со Стендалем. Он встречался с ним около 1830 года в салоне художника Жерара, а потом у Астольфа де Кестина. В 1840 году Андрей Бейль, занимавший пост французского консула Чевита Веккия, поблагодарил Бальзака. Это удивительная статья. Такую еще никогда писатель не получал от другого писателя. Могу теперь признаться вам, что, читая ее, я хохотал от радости. Всякий раз, как я наталкивался на чересчур сильную похвалу, они попадались на каждом шагу, я представлял себе, какие физиономии состроят мои приятели, читая эту статью. В 1857 году Сент-Беф, это было через 15 лет после смерти Стендаля, вероятно, все еще удивлялся, отчего придают столь важное значение этим неудавшимся романам, ведь, несмотря на отдельные интересные страницы, они в целом отвратительны. Однако, ж два человека ясно увидели, что представляет собой Стендаль. Гете в беседах с Эккерманом и Бальзак, выступление которого было тем более благородно, что Стендалю удалось в картинах битвы при Ватерлоо сделать то, о чем Бальзак мечтал уже 10 лет, замыслив создать битву, наполеоновский роман, так и оставшийся ненаписанным. Испытываешь живую и чистую радость, видя такое взаимопонимание у трех великих писателей, столь различных, но прекрасно понявших друг друга, несмотря на выпады мелочных натур. К несчастью, Ревю Паризиен скончалась в отроческом возрасте, рассуществовав лишь три номера. Двое компаньонов разделили между собой убытки, довольно, впрочем, маленькие, 1800 франков. Бальзак лишний раз потерпел неудачи в журналистике, так же, как в коммерческих делах и в политике. А как обстояли его любовные дела? Чужестранка жила так далеко и почти безмолвствовала. Он дерзнул пожаловаться на ее молчание. Вот уже три месяца нет писем от вас. Ах, как это мелко с вашей стороны. Я вижу, что и вы обитаете на нашей грешной земле. Ах, так, вы не писали мне потому, что мои письма стали приходить редко. Ну что ж, скажу откровенно, письма мои приходили редко, потому что у меня не всегда бывали деньги на марки. А я не хотел вам этого говорить. Да, вот до какой степени доходила моя нищета, а бывало и хуже. Это ужасно, это печально, но это правда, как и то, что существует Украина, и вы там живете. Да-да, бывали дни, когда я с гордым видом обедал грошовым хлебцем на бульварах. Господи Боже, прости ее, ведь она-то ведает, что творит. Авелина Ганская корила его за связь с госпожой Висконте и за посвящение романа Беатриса Саре, а он утверждал, что равнодушен красавице-англичанке. Дружба, о которой я вам говорил и над которой вы смеялись по поводу посвящения, совсем не то, чего я ждал. Английские предрассудки ужасны и лишают англичанок всего, что приятно художникам, непосредственности, беспечности. Никогда я так хорошо не видел, что в Лилии очень верно обрисованы в нескольких словах женщины этой страны. Тут многое следует отнести за счет осторожности, но надо также признать, что графиня все больше уставала, да и его утомила. Дикарка, дочь Британии, Элен де Валет, была воплощением лжи и двуличности. Ганский казался бессмертным, а Эвелина Ганская ускользала из рук. Решительно все не ладилось, а Бальзаку уже было сорок лет, сорок лет страданий. Я вздыхаю о земле обетованной, о тихом супружестве, я больше не в силах топтаться в безводной пустыне, где полит солнце и скачут бедуины, писал Анганской. Он совсем полдухом собирается сложить свои кости в Бразилии в каком-нибудь безумном предприятии. Ему нужны были деньги, женщины, слава, у него нет денег, больше нет женщин, а глупцы оспаривают его славу. Я сожгу все свои письма, все свои бумаги, сохраню только мебель, жарди, и уеду, оставив безделушки, которыми дорожу, дружеским попечением моей сестры. она будет самым верным драконом, стражем этих сокровищ. Дам кому-нибудь доверенность вести мои литературные дела, а сам поеду на поиски богатства, которого мне не достает. Или я вернусь богатым, или же никто не будет знать, что со мной осталось. Этот план я зрело обдумал, и нынешней зимой непременно приведу его в исполнение. Трудом своим мне не уплатить долгов. Нужно подумать о другом. Это был очередной роман, каких Бальзак замышлял много, и путешествие в Бразилию так и осталось ненаписанным и неосуществленным в жизни. Улица Бас Писатель не все доверяет своим заветным дневникам и своей переписке. Только его произведение рассказывает истинную историю его жизни, не той, какую он прожил, но какую хотел бы прожить. Франсуа Муряк Жить в Жорди становилось невыносимо. Напрасно Бальзак, имея надежный опору в лице своего стряпчего мэтра Гаво, старался выиграть время. Главные кредиторы, особенно же отвратительный фулон, преследовали его. Маленькие люди, садовник Бруэт, прачка, мясник, полевой сторож терпели. Богатые безжалостно дергали его. Но у Бальзака было в запасе много уловок. Недаром написал новеллу «Деловой человек», в которой говорится, что Максим Детрай, самоуверенный, самодовольный и надменный Дэнди, принимал у себя одного из своих кредиторов. Если вам удастся обокрасть меня на сумму этого векселя, я вам буду весьма признателен, сударь. Вы меня научите кое-каким новым предосторожностям. Ваш покорный слуга. Как и его герой, Бальзак считал борьбу между должником и кредитором войной без стыда и совести. По совету Гаво, он пустил Жорди в продажу с торгов, и владение продано было за 17 550 франков, хотя с постройками, земляными работами и насаждениями оно обошлось Бальзаку в 100 тысяч франков. Но покупка была произведена подставным лицом, неким архитектором по фамилии Кларе, действовавшим по поручению Бальзак. Фиктивная продажа была невыгодным делом для кредиторов. Они могли разделить между собой лишь скудную сумму пропорционально доли каждого в их расчетах между собой. А Бальзак втайне оставался владельцем Жорди. За два года до этого он написал Ганской «Итак, теперь и еще надолго моим адресом будет Севр Жорди господину де Бальзаку. Надеюсь, что я проживу здесь в спокойствии до конца своих дней. И в ноябре 1840 года все переменилось. Пишите мне по следующему адресу Пасси близ Парижа улица Бас номер 19 господину де Бриньолю. Примечание Пасси улица Бас номер 19 теперь улица Ренуар. В этом доме помещается музей Бальзака. Пасси было тогда парижским пригородом, известным своими целебными источниками и красивейшим имением барона Дальсера, построившего там сахарный забот. Бальзак рассчитал, что, поселившись в Пасси, он будет ближе к Парижу, чем в Жорди, а главное, окажется неуловимым для кредиторов, так как домик, скрытый в зелени на обрывистом склоне холма, он снят на чужое имя. Финансист, который когда-то воздвиг для себя особняк на улице Бас, пристроил к нему на задах среди садов, разбитых уровнем ниже по склону холма, двухэтажный флигель, для которого нижний этаж особняка служил третьим этажом. В этой пристройке должны были находиться бальный зал и оранжерея. Кровля флигеля, позднее разделенного на пять комнат, как бы увенчивало собой службы из-за разницы в уровне двух строительных площадок. Двор с конюшнями выходил на узкую улицу Рок. Через потайную лестницу дом, снятый бальзаком, сообщался с этим двором. Как человек затравленный, всегда державшийся настороже, он был в восхищении, что живет в квартире с двумя выходами. Если какой-нибудь судебный пристав заявился бы с улицы Бас, Бальзак мог бежать через улицу Рок и по крутой таинственной тропинке спуститься к площадке, откуда ходил Гильжанс до Поля-Рояля. Феликс Солар, директор газеты ЭПОК, описал свое посещение Бальзака, к которому он пришел, чтобы попросить у него фельгетон. Назначив Солар свидание, писатель сообщил ему пароль. Нужно было позвонить у двери на улице Бас, спросить у привратницы госпожу де Бриньоль, а затем спуститься на два этажа вниз. Госпожа де Бриньоль действительно существовала, не то что воображаемая вдова Дюран. И она действительно носила фамилию Бриньоль, звали ее Луизой, она родилась в 1804 году в Арьеже и происходила из семьи горцев-кристиан. Деятельная, умная, проворная, она обычно вела хозяйство пожилых и одиноких писателей, это сделалось ее профессией. До того, как поступить к Бальзаку, которому ее рекомендовала Марселина де Борт-Вальмор, она была экономкой у Латуша, экономкой, а может быть и чем-то иным. По словам Феликса Солара, это было особо лет сорока, с полным гладким свежим лицом, похожее на сестру-привратницу в монастыре. Разумеется, после госпожи де Берни, герцогини де Бронтес, графини Гидобони Висконти, госпожи Ганской, это была убогая добыча, но Бальзак устал от сложных женских натур и полагал, что он обретет мир душевный с этой женщиной, которую Марселина де Борт-Вальмор прозвала Ньюфаундлендом. Впрочем, он прибавил к ее имени дворянскую частицу, унаследовав от своих родителей упорное пристрастие к этому. Госпожа де Бринь-Гольф играла в жизни Бальзака более значительную роль, чем это говорилось. Она не только по-хозяйски вела дом, в котором Бальзак был гостем, не только бегала по его поручениям в типографии, в издательство, в редакции газет, выторговывала каждый франк в договорах, но она дарила своему хозяину и любовные утехи. Он даже возил ее с собой путешествовать, как она вспоминала об этом в 1860 году, через 10 лет после смерти Бальзака, в письме к стряпчему Фессару, написанном во время ее паломничества в Баден-Баден, куда она некогда ездила со своим незабвенным великим человеком. Я слышала, как вокруг меня говорили «Вы его видели?» «Я?» «Ну, конечно, видел». «Смотрите, вот он, бедный дружок мой, ему так докучало это любопытство, но я была молода и гордилась своим счастьем. В Баден-Бадене меня вдруг охватила ужасная грусть, когда я пошла взглянуть на дом, который мы с ним почти что сняли и в котором предполагали закончить свои дни. Луиза де Бриньоль долго была всецело предана Бальзаку. Он надавал ей обещаний, на которые был так щедр. Она воображала, что всю жизнь останется служанкой-госпожой. Солар рассказывает, что госпожа де Бриньоль сама провела его в рабочий кабинет Бальзака. «Я вошел в святилище. Взгляд мой прежде всего устремился на колоссальный бюст создателя человеческой комедии, великолепно выполненный из прекраснейшего мрамора. Он стоял на цоколе, в который вставлены были часы. Из-за стекленной двери, которая выходила в садик, заросшей жиденькими кустами сирени, свет падал на стены кабинета, сплошь увешанные картинами без рам и рамами без картин. Напротив двери выселся большой книжный шкаф. На полках в живописном беспорядке стояли литературный ежегодник, бюллетень законов, всемирная биография и словарь Беля. Налево еще один книжный шкаф, по-видимому отведенный для современников. Среди них я заметил томик Гозлана между Альфонсом Каром и госпожой де Жерарден. Посреди комнаты стоял небольшой стол, несомненно рабочий, так как на нем лежала лишь одна книга, словарь французского языка. Бальзак, закутанный в просторную монашескую сутану, некогда белого цвета, вооружившись полотенцем, бережно вытирал чашку из севрского фарфора. Вскоре Бальзак подумал о том, что поскольку мать находится на его изживении, более экономно было бы съехаться, несмотря на опасности совместной жизни. Бальзак, Лори Сюрвиль. Скажи маме, пусть она соберет свои вещи, находящиеся у тебя, перину, стены, часы, канделябры, две пары простынь, нательное белье. Я пришлю за всем этим 3 декабря. Если она захочет, то может жить счастливо. Только скажи ей, чтобы она сама помогала счастью, а не отталкивала его. На нее одну будет выдаваться 100 франков в месяц. К ней будет приставлена экономка и, кроме этого, служанка. Уход за ней будет, какой только она пожелает. Ее комната обставлена так изящно, как я умею обставлять. На полу у нее тот персидский ковер, который был в моей спальне на улице Кассини. Намерения с обеих сторон были благие, но опыт продлился только полгода. Между матерью Бальзака и домоправительницей не могло быть мирной жизни. А что касается самого писателя, то неровный характер госпожи Бальзак мог, по его словам, свести с ума любого человека, склонного к такому состоянию по множеству мыслей, осаждающих его по множеству своих трудов и неприятностей. И в начале июля 1841 года мать сама поспешила уехать. Госпожа Бальзак Онере, когда я согласилась, дорогой мой Онере, жить у тебя, я думала, что могу быть счастлива в твоем доме. Вскоре я убедилась, что мне не под силу переносить ежедневные мучения и бури твоей жизни. Однако я терпела до тех пор, пока думала, что страдаю только я одна. Но насколько мне стало тяжелее, когда твоя холодность показала мне, что мое присутствие ты терпишь лишь по необходимости, что оно не только не доставляет тебе удовольствия, но почти неприятно тебе. Из-за таких обстоятельств у меня и вырвались слова, огорчившие тебя. После этой минуты я приняла решение покинуть твой дом. Пожилым людям трудно ужиться с молодыми. Госпожа Бальзак, Лори Сервиль, Хочу еще сказать тебе, что я никого не виню. Госпожа Добриньоль по природе своей добрая женщина. Если она случится и заденет, то невольно. Она воплощенная честость и деликатность. Я без опасений уступаю ей свое место. Она любит Оноре и будет хорошо заботиться о нем. Думаю, что близость ее с Оноре никогда не окажется опасной. Эта бедная женщина была так несчастлива, испытала столько мучений и превратностей судьбы. Право, она достойна сожаления. Надеюсь, что как только Оноре сможет, он обеспечит ее. Это будет вполне справедливо, так как она удерживает Оноре от лишних расходов и многих сумасбродств. Ошибка госпожи Бальзак состояла в том, что ей хотелось принимать участие в жизни своего сына. А у него не было, как он твердил ей, иной жизни, кроме работы. Работать это значит вставать ежедневно в полночь, писать до восьми часов утра, потратить четверть часа на завтрак, работать до пяти часов вечера, пообедать, а в полночь начать все сначала. Такая работа дает за сорок дней пять томов. Каких томов? Он писал несколько романов одновременно, бросал, снова за них принимался. В письмах, относящихся к этому периоду, он чаще всего приводил следующие названия. Воспоминания двух новобрачных, мнимая любовница, «Урсула Мироэ», «Баламутка», «Жизнь холостяка», «Темное дело». Каким их называет сверхчеловек, так некоторых можно назвать сверхписатель. Бальзак был сверхроманист. Его изобильные писательские запасы казались неисчерпаемы. Долгие годы он накапливал сюжеты. Например, «Наследство», которое стояло в его планах уже в 1833 году и называлось тогда «Наследники Буаруш», породило впоследствии во флигеле на улице Бас два романа «Баламутка» и «Урсула Мироэ». Выбрав сюжет, Бальзак связывал его с хорошо знакомой ему средой и обстановкой. Затем он населял его задуманными действующими лицами. Так, местом действия романа «Баламутка» он избрал из Суден, город, с которым познакомился во время своих поездок в Афропель. Там, во времена реставрации, шайка отставных наполеоновских офицеров, получавших половинную пенсию, и распущенные повесы «Рыцари безделья» терроризировали местных обывателей. Но для того, чтобы заинтересовать читателя, нужно было ввести в круг этих бесцветных повес энергичное чудовище, зловредную и смелую личность. Бальзаку не трудно было извлечь из своего ящика с марионетками Филиппа Бридо, брата художника Жозефа Бридо. Роман рассказывает историю влюбленного старого холостяка Жан-Жака Руже, дядюшки Филиппа, раба красавицы Баламутки Флоры Бразье и ее любовника Шалопая Макса Желе. Полковник Филипп Бридо, приехавший в Виссуден защищать свое наследство, убивает на дуэли Макса Желе, похищает у дядюшки Руже Флору, всецело подчиняет их обоих своей власти, разоряет родную мать и брата, но чересчур злоупотребляет своей силой и, когда полный его триумф уже совсем близок, терпит крах, потому что перешел к границе терпимого. Оставалось только расположить вокруг братьев Бридо, художников и писателей, друзей Жозефа, актрис и лареток, плененных Филиппом и уже вылепленных Бальзаком. Эта смесь имела успех, удививший самого автора. Он боялся, что его ужасный роман, где атмосфера любви отсутствует, оттолкнет читателей. Однако нет, свирепый характер Филиппа, старческой слабоумии дядюшки Руже, его ежедневная потребность в продажных ласках, пышные прелести Флоры, сочная яркость всех сцен привлекли публику. Для нас важна также историческая ценность романа. Отставные вояки, лишние люди, оказавшиеся не у дел, это типы, появляющиеся при всех крупных политических кризисах. Во времена реставрации Филиппа Бридо снова зачисляют в армию, и он становится графом де Брамбургом, кавалером Ордена Почетного Легиона и Ордена Святого Людовика. Еще один урок истории. Самому Бальзаку больше нравился роман Урсула Мироэ. Еще одна история о наследстве, в которой он примешал ясновидение и оккультизм. Он верил в эти измышления. Добрый доктор Миноре, находясь вдали от своей воспитанницы Урсулы, узнает через ясновидящую о любви Урсулы к красивому соседу и вместе с тем убеждается, что девушка чиста и целомудрена. Вскоре он умирает в твердой уверенности, что обеспечил будущее Урсулы. Один из наследников, смотритель почтовой станции Миноре-Левро, мошенническим образом завладевает состоянием доктора, но умерший является во сне Урсуле и разоблачает преступление. Виновник, гигант с бычьей шеей, чувствуя, что все открылось, чахнет и находится на краю гибели. Все кончается восстановлением похищенного и свадьбой. Во многих местах история кажется невероятной, но она так хорошо вписывается в реальную действительность, в ней так жизненно переплетаются все эти родственные связи господ Миноре-Левро, Кремьер-Миноре, Миноре-Миноре, так четко изображена работа почтовой станции в Немуре и так хороша картина сада Урсула Мироэ, роман, развертывающийся под открытым небом, говорит Олен, что невольно начинаешь верить в описываемые чудеса. Невероятности Бальзака, по словам Марселя Бутерана, это чаще всего вполне вероятные явления, которые наш взгляд недостаточно проницательный, менее проницательный, чем взгляд гения, не может постигнуть, ведь и в другой области о явлениях, имеющих ныне научные объяснения, раньше подозревали лишь избранные умы или так называемые ясновидящие. Тут нужно верить, что Бальзак требует от нас веры и заслуживает ее. Сюжет темного дела подсказан ему воспоминаниями детства. Родители Бальзака хорошо знали через префекта генерала Помереля о приключении сенатора Клемана Дери, таинственно похищенного во времена консульства. Герцогиня Добрантес прекрасно осведомленная об этом деле тоже сообщила Бальзаку ценные подробности. Полиция Фуше сделала вид, будто она нашла виновных и заставила казнить трех молодых дворян нисколько не повинных в похищении. Для чего оно было совершено? Некоторые говорили, что сама полиция состряпала это дело, чтобы найти документы, которые доказали бы сообщничество Клемана Дери с Пишегрю и другими заговорщиками, готовившимися во времена Моренго сменить Бонапарта, если он потерпит поражение. Сюжет для романа нашелся, но Бальзаку хотелось внести в него романтическую струю. Он обработал и удобрил неблагодарную сухую почву. Чтобы оправдать молодых дворян, Поля Мари и Мари Поля де Семес, братьев-близнецов, он придумал, что Мален де Гондровиль, так называется в романе Клеман Дери, заставил присудить ему якобы из фондов национального имущества родовое поместье господ Семезов, и все они смотрят на него как на узурпатора, укравшего их земли. Этим объясняется яркая ненависть к Малену де Гондровилю, всех, кто любит Семезов, особенно ненависть их управителя Мишу, верного слуги, который сложит голову на эшафоте. В романе мы вновь находим атмосферу шуанов, тьма, кони, скачущие в ночи и зловещий корантен с лицом желтым, как лимон. Вся эта история непонятна для действующих в ней лиц, она также темна, как поле битвы для солдат. Время от времени, как при вспышке молний, возникнут те, кто все знает. Император накануне сражения под Иеной и в самом конце министр Анри де Марсе, который рассеивает несколькими фразами все еще густую тьму, по-прежнему окружающую это ужасное дело. На заднем плане драмы любви и верности выступают всесильные интересы спекуляторов эпохи революции, желающих присвоить себе поместье эмигрантов. Таким образом, реальная история управляет вымышленной и становится ясным, когда же в этом провинциальном захолустье Наполеоновская империя, по словам Олена, находит путь к сердцам не столько своей мощью, сколько умением обеспечить порядок и признаками своей долговечности. Приверженность подогревалась прочностью. В темном деле лишний раз утверждается идея естественной политики, единственной, в которую верит Бальзак, извечной политики, диктуемой инстинктами человека. А в воспоминаниях двух новобрачных он подтверждает свое воззрение на брак и ополчается против романтизма. Подруги по монастырскому пансиону Луиза де Шолье и Рене дель Эсторад ведут переписку и решают. Одна жить предавшись безумной страсти, а другая следует правилам благоразумия. Рене выходит замуж по рассудку за человека, уязвленного жизнью, доброго, но такого, что полюбить его трудно. Однако постепенно в силу существующих нравственных законов в сердцах супругов развивается взаимная привязанность, основанная на отношениях физиологических, экономических и политических, на отказе от мечтаний, на любви к родившемуся у них ребенку, на совместном управлении имением. Под влиянием жены муж перерождается, преодолевая свои слабости. Тут нет, конечно, безумной любви, но это счастье, если считать как Рене, что на путстве к супружеской жизни заключено в словах смирение и самоотверженность. Это грустно, но во времена Бальзака это было правдой. Вторая участница переписки, Луиза де Шолье, выходит замуж по любви за некоего таинственного испанца. Брак этот, сперва считавшийся безрассудным, затем оказывается блестящей партией. Жена проявляет себя страстной любовницей и губит мужа. Затем она влюбляется еще раз, выходит замуж вторично, безумно ревнует мужа и, замученный своей нелепой ревностью, кончает самоубийством. Обе трагедии отражены в переписке Рене и Луизы. Некоторые из посланий написаны были Лорой Сюрвиль. Мораль романа сводится к следующему. Семейные узы и общие интересы — вот прочная основа брака. Правда, Бальзак писал романтичный Жорж Санд по поводу этой книги. Будьте спокойны, мы с вами придерживаемся одного и того же мнения. Я бы предпочел быть убитым Луизой, нежели жить долго в супружестве с Рене. Можно было бы также сказать, что Бальзак в своей личной жизни искал страсти. Но разве это верно? Никогда бы он не согласился быть убитым Луизой. С госпожой де Берни его связывала и разумная и страстная любовь. Но ведь Лоре де Берни были близки и его творчество, и его борьба, и даже его практические дела. Его романы с Мари де Френе, госпожой Висконти, Элен де Валет, скорее можно назвать увлечениями, чем истинной страстью. Сколько раз он говорил Каролине Марбути, что считает любовь, если это не физическая связь, пустяшной игрой. С 1833 года он стремился к браку с Эвелиной Ганской и неоспоримому вступлению в хорошее общество, на что ему не давало права ни его происхождение, ни его гениальность. Его жизнь не противоречила его воззрением, вернее сказать, он никогда не жил той жизнью, о которой мечтал и которая соответствовала бы его взглядам. Откровенно говоря, в Бальзаке есть два существа. Одно из них тучный человек, живущий, казалось бы, как все люди, он ссорится с матерью и сестрой, делает долги, боится судебных приставов, занят эпистолярной любовью с польской графиней, заводит шашни с экономкой. А другое существо, творец целого мира. Его возлюбленные молодые красавицы с белоснежными плечами и сверкающим взором, актрисы или герцогини. Ему ведомы и понятны самые тонкие чувства, не думая о жалких денежных вопросах. Он ведет роскошную жизнь. Бальзак обычный смертный, терпит компанию мелких буржуа своих родственников. Бальзак Прометей, частый гость прославленных аристократических семейств, которые он сами создал. Он всецело поглощен творениями своей фантазии, и ему некогда думать о живых людях. Он не отдал последнего целования ни Лорида Бернин, ни Лорида Бронтес, хотя любил обеих в часы своей земной жизни. Но он неутомимо бодрствует у смертного Адра, Анриэта де Морсов, Эстер Гопсек и Корали, которые были дочерьми его гения. В обычной обстановке он мог порою казаться неблагодарным или нечутким. В своем мире, единственном, в который он верит, он будет нежным и страстным, ибо только там живет он умом и сердцем, только там развертывается его напряженная деятельность. Удивительнее всего то, что обыденный Бальзак, который уединенно живет в пассиве и сочиняет по роману в месяц, а потом весь перемазавшись чернилами, лишая себе сна, держит корректуру, что этот занятой человек довольно часто урывает время на то, чтобы добежать по крутым спускам до парижского дилижанса. 15 декабря 1840 года он ездил смотреть на перенесение праха Наполеона в дом инвалидов. Он писал Ганской. Начиная от Гавра до Пека, берега сены были черны от теснившегося на них народа, и все опускались на колени, когда мимо них проплывал корабль. Это величественнее, чем триумф римских императоров. Его можно узнать в гробнице. Лицо не почернело, рука выразительна. Он человек, до конца сохранивший свое влияние, а Париж город чудес. За пять дней сделали 120 статуй, из которых семь или восемь просто великолепны. Воздвигнуто было сто триумфальных колонн, урны высотой в 20 футов и трибуны на сто тысяч человек. Дом инвалидов задрапировали фиолетовым бархатом, усеянным пчелами. Мой обойщик сказал мне, объясняя, как все успели. Сударь, в таких случаях все берутся за молоток. Чувствуется, что Бальзак в этот знаменательный день счастлив. Он до безумия любит величественные зрелища, императора Наполеона и пышные траурные драпировки. 25 марта 1841 года он провел у Дельфины де-Жерарден очаровательный вечер в обществе Ламартино, Гюго, Готье и Карра. Никогда я так не смеялся со времени встреч в доме Мирабо. 3 июня он присутствовал на торжественном приеме Виктора Гюго в Академию. Гюго выступал под ее куполом с царственным величием, высоко подняв свое пирамидальное изрядно обнажившееся чело, но речь его Бальзаку не понравилась. Поэт отрекся от своих солдат, отрекся от старшей ветви, он пожелал оправдать конвент. Ступительной речью он глубоко огорчил своих друзей, жаловался Бальзак Ганской. И напрасно Гюго так поступил. Ведь этот великий поэт, этот творец героических образов получил удар хлыстом от кого? От Сальванди, историка и политического деятеля, о котором Тьер говорил «это спесивый павлин». Сальванди, не скупясь, пускал традиционные стрелы по адресу нового академика. Мы были вам благодарны за то, что вы мужественно защищали свое призвание поэта от всех соблазнов политического честолюбия. Коварные слова, поскольку Сальванди обращал их к человеку, чье политическое честолюбие было всем хорошо известно. Бальзаки сам стремился сесть в одно из кресел этого ученого сообщества. Еще в 1836 году он говорил «Я попробую пушечными выстрелами открыть себе двери в академию». Сто раз он подсчитывал, сколько это принесло бы ему денег, 2000 франков жалованье, 6000 франков за работу в комиссии по составлению словаря, а вслед за званием академика ему, разумеется, дадут и титул пэра Франции. Это ведь вполне естественно. В 1839 году он было выставил свою кандидатуру, но снял ее, уступая дорогу Виктору Гюго. Поэт приехал к нему в Жорги. Бальзак повел его прогуляться по скользким садовым дорожкам. Стараясь удержать равновесие на опасных скатах холма, Гюго шел молча, пока не дотолкнулся на ореховое дерево. Вот как описывает эту сцену Гозлан. «Ну, наконец-то дерево в саду», сказал он. «Да, и при том замечательное. Вы знаете, что оно приносит? Поскольку это ореховое дерево, я полагаю, что оно приносит орехи». «Ошибаетесь, оно приносит полторы тысячи франков в год». «Но полторы тысячи франков орехов? Нет, полторы тысячи без орехов». И Бальзак объяснил, что по старому феодальному обычаю жителям Вильдавре полагалось сносить все отбросы и нечистоты к подножию этого дерева. Скапливаясь ежедневно, здесь, пожалуй, образуется целая гора удобрений, и Бальзак, если пожелает, может продать его соседним фермерам, виноградарям и огородникам. «У меня тут, можно сказать, чистое золото». «Скажем попросту в гуано». «В гуано-то гуано, только без птичек», заметил Гюго с обычным своим олимпийским спокойствием. Зазвонил колокол, приглашавши к завтраку. За столом говорили об академии. Гюго не расточал посулов, в дальнейшем будет, однако, видно, что он сделал больше, чем обещал. Когда Жорди было продано, Бальзак продолжал время от времени принимать на улице бас академиков. «Сколько хлопот», писал он Ганской, «а все для того, чтобы помнили, что я добиваюсь избрания. Вот какой праздник я подготавливаю для моей Евы, лучше сказать, для моего волчонка». Академия социальное установление. Реалист, пусть он даже мечтатель, признавал его существование. Много драгоценного времени поглотило у него другое объединение писателей, общество литераторов. Бальзака уже давно занимали профессиональные интересы его собратьев. Еще в 1834 году он опубликовал письмо французским писателям 19 века. «Закон охраняет землю», писал Бальзак. «Он охраняет дом пролетария, который проливал пот. Он же конфискует работу поэта, который мыслил». Парижские театры делают ежегодно сборы на 10 миллионов франков. А в какой сумме выражается ежегодный бюджет большой литературы? Бюджет Гюго, Мюссе, Сулье, Жен-Асю. По всей Франции он не составит и миллиона. У десяти тысяч богатых семей не находится ни одного свободного франка, чтобы приобрести двадцать замечательных книг, которые создает ежегодно наша нация. Богачи берут книги по абонементу в читальных залах, или же покупают заграничные контрабандные перепечатки книг. Бальзак требовал, чтобы литературные произведения признавались собственностью наравне с другими ее видами. В те времена авторские права истекали через десять лет после смерти писателя. Он требовал также, чтобы закон ограждал литературную собственность от грабительских действий заграничных книгоиздательств. Бельгийские контрафакции лишали писателя значительной части доходов. И, наконец, чтобы он имел моральное право распоряжаться своим произведением, которое никому не дозволялось бы переделывать без разрешения автора. Требования ясные, несомненно справедливые, в дальнейшем они вошли в хартию авторских прав. Но надо было повести долгую борьбу, чтобы преодолеть равнодушие к этим вопросам со стороны законодателей. Наконец, в 1838 году было учреждено Общество литераторов. Среди первых членов, вступивших в него, были Виктор Гюго, Александр Дюма и Фредерик Сулье. Бальзак в то время отсутствовал. Его приняли в декабре 1838 года. В следующем году он был избран председателем общества, а заместителем его Вильмен, ставшим министром народного просвещения. Примечание. Бальзак оставался председателем общества литераторов до января 1840 года, когда президентами избрали Виктора Гюго. Члены комитета Бальзак переизбирается до 1844 года. В 1840 году Бальзак передает обществу литераторов составленный им литературный кодекс. Сент-Деф Заядлый недруг Бальзака воспользовался случаем, чтобы высмеять промысловую литературу и демона литературной собственности, являвшейся, по его мнению, некой пляской святого Витта, пиндарической болезни. У каждого сочинителя гордость бьет фонтаном и не спадает золотым дождем. Этак легко дойти до миллионов. Сочинители не стыдятся выставлять их на показ или клянчить их. Сент-Деф издевался над обществом литераторов, настоящей цеховой ремесленной организацией и над маршалами французской литературы выражения Бальзака, над людьми, которые, с презрением заявлял Сент-Деф, обладают известной коммерческой жилкой и намереваются эксплуатировать свое творчество. По правде сказать, Сент-Дефу легко было пренебрежительно говорить о контрабандных заграничных изданиях, о риске и о чести, ведь он-то никогда не подвергался такому риску и не стяжал подобной чести. Человеческая комедия первая Человеческая комедия это подражание богу-отцу Альбер Тибоде Только в 1841 году Бальзаку удалось наконец подписать договор с группой книгоиздателей Дюбоше, Ферн, Эцель и Полен на публикацию всех его произведений под таким необычайным названием Человеческая комедия. Он уже не раз давал своим произведениям объединяющие их наименования. Благодаря этому усиливалось впечатление, которого он хотел достигнуть. Он как бы воздвигал монументальное сооружение. Поэтому и появились сцены частной жизни, сцены парижской жизни, сцены провинциальной жизни, этюды о нравах, философские этюды, которые Бальзак собирался дополнить аналитическими этюдами к сожалению оставшимися кроме физиологии брака лишь в стадии замысла. Классификация была несколько произвольной, что доказывает переброска некоторых романов из одной рубрики в другую. Одно время Бальзак думал дать своим сочинениям общее название социальной этюды. Затем божественная комедия Данте подсказала ему другое наименование Человеческая комедия. В первый раз оно упоминается в 1839 году в письме к Эцелю. Это не было издательской уловкой. Бальзак стремился дать в своих многочисленных произведениях полный обзор человеческих типов. Успеет ли он завершить свой труд? Бальзак этого не знает, но уже то, что существовало к 1841 году, представляет собой организованный мир, который как мир реальный сам себя порождает. Иногда по закону симметрии провинциальная знаменитость в Париже внушает автору желание написать роман «Парижская знаменитость в провинции», сюжет, который намечен в Модесте Миньон и в провинциальной музе. Иногда по закону сходства брачный контракт порождает неосуществленный замысел написать раздел наследства. Этот метод самооплодотворения чудесным образом увеличивал творческую мощь писателя. Норис Бардеш показал, что внутренняя история человеческой комедии становится еще яснее, когда исследователь принимает во внимание планы, оставшиеся в записях Бальзак. роману Луи Ланбер, где показан гениальный человек, которого убила мощь собственной мысли, должен был соответствовать роман Кретин, в котором отсутствие способности мыслить обеспечивает героя долголетия. Шпельбер де Лаванжули опубликовал название 53 романов, задуманных и не написанных Бальзаком. Некоторые из них оставили кое-какие следы. Наследники Буаруш, Знать, Дома Презрения и Народ, Среди Ученых, Театр Как Он Есть, Жизнь и Привлечения Одной Идеи, Анатомия Педагогической Корпорации. К этому списку надо прибавить 100 набросков в виде коротких заметок. Когда в мозгу писателя бурлит целый мир, сюжеты возникают один за другим, рвутся к жизни. Примеры набросков. Девушка, не имеющая состояния, хочет поймать мужа, делая вид, что она очень богата, а выходит она за бедняка, прибегнувшего к такой же хитрости. Девушка, обманутая вниманием молодого человека, думает, что он влюблен в нее, но она ошибается, и, убедившись в этом, начинает ненавидеть его, а тогда он влюбляется в нее. Словом, перед нами две превосходные сцены частной жизни. Подумать только, сколько воображения Бальзака кишит названий, сколько персонажей, вырастающих словно грибы, сколько сюжетов. Право, тут есть что-то от плодовитости, расточительности и равнодушия самой природы, говорит Морис Бардеш. Как грустно, что Бальзак жил так мало. Доживи он до семидесяти лет, у нас были бы великолепные романы о старости его героев. К изданию, венчавшему титанический труд писателя, длившейся десять лет, Эцель попросил его написать предисловие. Измученный Бальзак предложил перепечатать предисловие Довена. Эцель рассердился. Да мыслимое ли это дело, чтобы полное собрание ваших сочинений, самое большое, на которое еще никто не осмеливался до сих пор, предстало перед публикой без краткого вашего обращения к ней. Бальзак уступил и в длинном предисловии попытался рассказать, как зародился его план. Впервые мысль об этом колоссальном сооружении возникло у него в ту пору, когда он изучал труды Жофроа Сентелера. Как вы помните, Бальзака осенила догадка, что существуют не только зоологические виды, но и виды социальные. Различия между рабочим, торговцем, моряком и поэтом столь же характерны, как и различия между львом, ослом, акулой и овцой. Но человеческая комедия бесконечно сложнее комедии животного мира. Во-первых, у животных самка принадлежит к тому же зоологическому виду, что и самец. Лев живет с львицей. В человеческом обществе лев может сожительствовать с овцой или с тегрицей. Кроме того, преобразование и усложнение животных видов совершаются лишь в тысячелетние сроки, тогда как лавочник может в несколько лет стать пэром Франции, а герцог опуститься на самое дно. Наконец, человек, искусно владеющий своими руками и умом, производит орудия, инструменты, одежду, строит жилища, которые меняются на каждой ступени цивилизации. Следовательно, натуралист, изучающий род человеческий, должен изображать мужчин, женщин и мир вещей. Вальтеру Скотту удалось возвысить роман до уровня истории, но ему и в голову не приходилось связать друг с другом свои произведения. И вот тут выступает на сцену вторая идея, озарившая Бальзака, написать полную историю нравов своего времени, историю, каждая глава которой будет романом. Соперничая с актами гражданского состояния, Бальзак пустил в свет две-три тысячи персонажей и связал их между собой узами их социального положения и профессий. Единство всего творения просто изумляет, и надо прочесть все целиком, чтобы почувствовать его колдовское действие. Только тогда увидишь, как широки пределы этого мира, где свет разума не меркнет никогда. Энгельс говорил, что из произведений Бальзака узнал больше, чем из книг всех специалистов, историков, экономистов, статистиков этого периода вместе взятых. Человеческая комедия остается и самым правдивым изображением извечных свойств человеческой натуры и лучшей истории нравов времен реставрации. Вы все найдете тут. Дворянство и буржуазию, чиновничество и армию, механизм кредита и механизм торговли, транспорта, прессы, картину жизни судейских, политических и светских кругов. И все это дано не в виде поверхностных эскизов, но разобрано, разложено и выставлено для обозрения, как части гигантского организма, ясно показывающие его строение. Все знания автора человеческой комедии охватывает и дома, и города. Он знает все кварталы Парижа. «Ночной гомер», говорит о нем Анри Фассион, он освещает адским пламенем склепы и подземные галереи горящего лихорадочным возбуждением города, где развертывается зловещая эпопея. Он проникает в студенческие кухмистерские, за кулисы театров, в будуары «Герцогинь», в «Альковый кортизанок». Своим персонажем он дает имена действительно существовавших в его время поставщиков. Люсиена де Рюбампре одевает портной «Штаубе», а Шарля Гранде портной «Берессон», который шил на самого Бальзака. Ювелирная лавка Фассена, находившаяся в доме номер 76 по улице Ришелье, доставляет красивой даме госпоже Робурден модный убор гроздья винограда и загата. Бальзаку известны все круги провинциального общества в Ангулеме, в Гавре, в Лиможе, в Алансоне. Никто лучше его не понял мелочную и неумолимую вражду, рождавшуюся во всех этих городах, судороги, сотрясавшей их с 1789 по 1830 год, Франция периода реставрации осталась бы непонятной, если бы читатель не видел, какими корнями она уходит в прошлое. Подлинная жизнь обусловливается определенными причинами. Прием, который применяет Бальзак, появление повторяющихся персонажей, дает его вымышленным фигурам четвертое измерение, время. Но описать какое-нибудь общество для Бальзака еще недостаточно. То, что, на его взгляд, делает писателя равным государственному деятелю, а может быть, и возвышает над ним, это определенное мнение о человеческих делах. Бальзак знает, что он величайший из романистов, но не только потому, что он дал жизнь такому множеству персонажей. Можно представить себе какого-нибудь трудолюбивого, но мало даровитого писателя, который придумал бы еще больше действующих лиц с различными характерами. Он видит свое величие в том, что сумел воплотить в созданном им мире человеческих существ свою заветную идею, оказал могущество воли, направленной на одну единственную цель. Воля это ограничено известными пределами. У наций, так же как у отдельных людей, есть свой лоскуток шагреневой кожи. Народы можно сделать долговечными, только умерив их жизненный порыв. Поэтому Бальзак высказывается в пользу устойчивых политических режимов и законов. «Я пишу при свете двух вечных истин религии и монархии», говорит он. Рассуждая о делах государственных, он проявлял мефистофельскую язвительность. «В политике честный человек», заявляет он, «похож на машину, вдруг вздумавшую чувствовать», «или на лоцмана, который, стоя у руля, предался бы нежной страсти». «Корабль пойдет ко дну». Но Жорж Санд, хорошо его знавшая, замечает, перед грустной укоризной, перед сердечной тоской все его дьявольское могущество рушилось, уступая место наивности и инстинктивной доброте, жившим в глубине его души. Он пожимал вам руку, умолкал или переводил разговор на другую тему. Макеавелизм шел у него от ума, а великодушие от сердца. Политика и религия Лучшим политическим строем, по мнению Бальзака, является тот строй, который порождает наибольшую энергию. И он полагает, что максимальное количество энергии достигается путем сосредоточения всей государственной власти в руках правителя. Вспомним вымышленный им разговор между Екатериной Медичи и Робеспьером. Бальзак приемлет обоих этих ревнителей государственной пользы. По той же причине он восхищается Наполеоном. Как и большинство людей его поколения, он был дитя Аустерлица, и он не забыл свои первые восторги. Перечитайте словословие Наполеону во втором силуэте женщины. Человек, которого изображаются скрещенными на груди руками, который совершил столько дел, кто обладал более славной, более сосредоточенной, более разъедающей, более подавляющей властью. Человек, который мог всего достичь, потому что хотел всего. То воплощенный произвол, то сама справедливость, смотря по обстоятельствам, настоящий король. Вот вам чистейший бальзак. Добавьте, говорит он, капельку произвола, иначе справедливость невозможна. Если не можешь защитить свое дело, и если законы предают тебя, дойди до самого короля, или же проси помощи у тринадцати. После революции 1830 года он, может быть, и принял бы режим, возглавляемый королем буржуа, обладая король силой. Но вот беда, мы совершили большую революцию, а власть попала в руки нескольких ничтожных людишек. Наихудшая ошибка июльской революции в том, что она не дала Луи Филиппу диктатуры на три месяца, для того, чтобы он мог укрепить, как следует права народа и трона. Если стремиться к благосостоянию масс, абсолютизм, то есть наибольшая возможная сумма власти, единственное средство достигнуть этой цели. То, что мы называем представительным правлением, пишет Бальзак в своих заметках, порождает вечные бури, а ведь основное качество правительства устойчивость. Через два года после установления конституционной монархии, на вялость и бездеятельность которой Бальзак сетовал, он в 1832 году стал близок к легитимизму, не из чувствительной преданности, как Шатебриан, не из светского тщеславия, как это полагала бдительная Зюльма-Каро, а потому, что, по мнению Бальзака, абсолютизм законного короля, будет принят лучше. Позднее эти политические взгляды Бальзака возмущали Флабера и Золя. Он был католиком, легитимистом, собственником, этакий великанище, но второго сорта. Бальзака отнести ко второму сорту, какое безумие! Ален, больше республиканец, чем Флабер, лучше понимал политические взгляды Бальзака, говорили, Бальзак поддерживает трон и алтарь, не веря ни в то, ни в другое. Сказано правильно, если понимать слово «верование» в отвлеченном смысле, и ошибочно, если речь идет о практическом их значении. Бальзак отстаивает традиции, семью, монархию, потому что они существуют, и потому что они сохраняют энергию наций. то и дело менять главу государства, переносить практическую деятельность текучесть мыслей, это значило в его глазах ослаблять государство. Бальзаку казалось, что прочность уже сама по себе является благом. Это может с одинаковым успехом привести нас и к диктатуре народа, и к легитимизму, к Наполеону или к Марату, и к Людовику XIV. Единственная ошибка Наполеона состоит в том, что он не сумел упрочить свою власть. Подлинный монарх может прийти и снизу, и сверху. Бальзаку ненавистны непрочные правления посредственностей. Порой он мечтал о коллективной диктатуре. Если полтора десятка талантливых людей во Франции вступили бы в Союз, имея при этом такую главу, которой стоил бы Вольтера, то комедия, именуемая конституционным правлением, в основе коей лежит непрестанное возведение на престол какой-нибудь посредственности, живо бы прекратилась. Энергия способствует и могуществу, и законности. Это не значит, что энергия всегда должна исходить только из одного лагеря. Бальзак понимает Мишеля Кретьена и Зе Маркаса так же хорошо, как графа де Фонтена или Анри де Марсе. Раз Бианшон, один из любимых его персонажей, говорит о маркизе де Спар. Я ненавижу эту породу людей. Хоть бы произошла революция и навсегда избавила нас от них. Бальзаку и самому приходилось испытывать минуты подобной ярости в гостиной маркизы де Костри. Но в нем говорила уязвленная тщеславие, а не подлинная нищета. его можно было назвать революционером, потому что он изображал прогнившее общество и пробуждал желание преобразовать его. Однако он изображал это общество как буржуа и как сын буржуа, мечтающий о том, чтобы занять там заметное место. Итак, монархия и религия. Какая же религия? В предисловии к мистической книге он отвечает «мистицизм, то есть христианство в его чистейшем виде». Он считает апокалипсис святого Иоанна аркой моста, перекинутого между мистицизмом христианским и мистицизмом индусских, египетских, еврейских и греческих религий. Это вероучение было передано через Иакова Бема, госпожа Гийон и Фенелону. Примечание Иаков Бем 1575-1624 годы немецкий философ мистик, госпожа Гийон автор религиозно-мистических книг 17 век. Фенелон Франсуа 1651-1715 годы французский писатель, последователь квеотизма, религиозно-мистического учения, проповедовавшего самоотрицание растворения духа в религиозном созерцании. В XVIII веке приверженцем его был Сведенборг, фигура столь же колоссальная, как и святой Иоанн, Моисей и Пифагор. Во Франции его апостолом явился Сен-Мартен. Такова была религия Луи-Ламбера и та, которую защищал Бальзак. В 1832 году в письме к Шарлю Нодье он возвратился к философским исканиям своей юности, когда он на 20-м году жизни читал в своей мансарде Лебница и Спинозу. К чему его привело это чтение? К следующей дилемме. Или Бог и материя существуют одинаковое время, и тогда Бог не является всемогущим, раз он допускал одновременно с ним существование силы, чуждой ему? Или же Бог предшествовал всему, а значит Он извлек мир из собственной своей сущности и, следовательно, ни в человеческом обществе, ни во Вселенной не может быть зла? В битвах Бог находится, говорит Бель, в обоих сражающих лагерях и разит самого себя. Всякая схоластика заходит в тупик. Тогда как же тогда быть? Надо склониться к пиронизму или с любовью погрузиться в христианство, ни о чем не допытываясь? В юности ум Бальзака склонялся к пиронизму. Примечание «Пиронизм» — система взглядов древнегреческого философа-скептика Перрона «Третий век до нашей эры». Согласно учению Перрона, ко всему окружающему надо относиться с полным безразличием. В 1824 году Бальзак писал «У каждого своя мания, религия — это только самое возвышенное из всех». В 1837 году он говорил «Я не принадлежу ни к числу обращенных ни к числу тех, кого можно обратить. У меня нет никакой религии». Он решил погрузиться в христианство. Какого толка? В католичество? Бальзак связан с католической церковью воспоминаниями детских лет. В защиту ее он писал прекрасные рассказы. В сельском враче он восславил ее цивилизаторскую силу, а в Лилии долины ее евангельскую нежность. Но всего этого еще недостаточно, чтобы считать его правоверным католиком. Католическое вероисповедание, говорит он, это ложь перед самим собой. Однако глазам писателя, желавшего вести за собой людей, церковь предстает в качестве хранительницы нравственных и социальных истин. Чтобы понять, какую роль этот неверующий отводит религии, надо вспомнить, что за общество он описывает, какой свирепый мир он рисует. Мир, где владычествуют деньги, где слабых попирают ногами, зато осыпает почестями преступления, если она сумела насмеяться над правосудием. Какою стала Франция в 1840 году? Страной, целиком поглощенной чисто материальными интересами, страной, где нет ни патриотизма, ни совести и где власть не обладает силой. Торжествующему злу Бальзак противопоставляет католицизм как целостную систему подавления порочных стремлений человека. В своих воззрениях Бальзак не приписывает христианским догмам безоговорочной ценности, он считает их возвышенными и живительными мифами. А что может понять человек, если не мифы? Нельзя же заставить всю нацию изучать Канта. Вера и привычка ценнее для народа, чем занятие науками и рассуждения. Я не забываю, пишет Франсуа Муриак, что если Бальзак и был католиком, то из соображений политических и прагматических, подобно всяким Бональдам и Деместрам, А это не самый лучший способ веры. Но истинное религиозное настроение прокладывало себе путь в глубинах его жизни и в глубинах его творчества. Достаточно перечесть Луи Ламбера, сельского врача, чтобы увидеть, что если Бальзаки далеко зашел в познании зла, он познал также и сущность добра. Речь идет не только о куцин католицизме, полезном какому-нибудь буржуа из квартала Море для внушения своей жене уважения к супружескому долгу и для охраны своей собственности. В романах, которые должны были дополнить человеческую комедию, Бальзак предполагал отвести большое место христианскому милосердию. Спасение души должно происходить в тишине и в тайне, а милосердие совершает явные чудеса. Добрые дела искупят грехи не только Веронике Грослен, но и доктора Бенаси. Верующего может покоробить снисходительность в рассуждениях этого защитника веры. Однако, хоть Бальзак и не все принимает, он относится ко многому с уважением. В прекрасном рассказе о бедне безбожника хирург Деплен, который не верит ни в Бога, ни в черта, ежегодно заказывает мессу за упокой души своего благодетеля, бедняка Водоноса. На удивленные вопросы своего ученика Бьяншона Деплен отвечает, Я говорю с искренностью скептика, Господи, если есть у Тебя обитель, где пребывают после смерти люди праведные, вспомни о добром Буржа. Вот, мой милый, все, что может разрешить себе человек моего образа мыслей. Бог, вероятно, славный малый, он не обидится, черт возьми. Клянусь, я отдал бы все свое состояние, чтобы вера Буржа вместилась в моем мозгу. И Бьяншон, ухаживавший за своим учителем во время его последней болезни, не посмел утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом. В Бальзаке к агностицизму Деплена примешивалось кое-что от образов благородных священников, которых он создавал. Дала ли у него своя философия? Очевидно, ведь он не считал, что механический детерминизм способен объяснить все на свете. Бальзак и материалист, и спиритуалист одновременно. Он полагает, что дух проникает в материю. Все существующее во Вселенной поднимается по ступеням лестницы от минерала, который мыслит едва-едва, до человека, у которого душа связана с телом, а затем и до бесплотного ангела, который является только душой. У Бальзака были какие-то смутные верования, что эволюция, которая привела от мрамора к святому, приведет человека к ангелу. Он знает, что еще не разгадана великая загадка мироздания, и что в основе жизни лежит нечто более могущественное, чем сама жизнь. Эту загадку мироздания, эту основу жизни, он согласен именовать Богом. Человек хотел бы их постигнуть, но они постижимы для нас лишь через аллегории, символы, знамения. Бог безмолвствует, но на живые существа и неодушевленные предметы возложена передача таинственных вестей. Между материей и человеком есть сокровенная связь. То, что действительно важно во Вселенной, обнаруживается в бесконечно малом. Отсюда эти старания как можно тщательнее описать меблировку, одежду, шляпу, жест, все во всем. Перед лицом Абсолюта Коми-Вайжер не менее значительен, чем император. Мир един. Единая субстанция порождает и мир физический, и мир духовный. Вальзак любит напоминать об этом единстве, показывая воздействие физиологии на движение души. Обманутые любовные желания преобразуются в отцовское чувство, в нравственную энергию, в милосердие, как тепло превращается в свет, в электричество. Мы все обладаем жизненной силой. Одни направляют ее на благую цель, другие на преступление. Отказ от удовольствия укрепляет волю, этот мощный флюид, который позволяет человеку воздействовать на мир. Мечта Бальзака — сосредоточить волю, чтобы она стала магической, даже божественной силой. Стать Богом, создать свой собственный мир — вот к чему стремятся, не отдавая себе в том отчета Луи Ламбер, Валтасар Клаас, Френхофер, персонажи, родственные самому Бальзаку. Но силы человеческие имеют свои пределы, и Прометея подстерегает безумие. Бальзаки сам порой признавался, что страшится этого. Его спасли труд и несколько женщин. Ведь единство природы человеческой и ее равновесия проистекают из слияния двух начал мужского начала, которое стремится к движению, к борьбе, и женского начала, требующего прочности, наследования жизни. Сен-Симонисты, а позднее Огюст Конт, тоже придерживались этой доктрины. Бальзак мыслитель столь же глубокий, как и Конт, но сверх того еще и поэт выражает свою философию в мифах. Платон не так уж далек и от Данте, и от Шекспира. Любовь Брак Бальзак говорит о любви то как мистик, то как физиолог. Лексикон его всегда остается целомудренным. Нет никаких описаний ноготы, мало сладострастных сцен, навседу смелость какого-то медицинского характера. От телесных порывов зависят порывы сердца. При первой же встрече с Диной де Ла Бодре, героиней романа «Провинциальная муза», Бян Шон потом на одной из реплик этой даны разгадал ее интимную жизнь. Ее супруг, щуплый господин Ла Бодре, импотент, и Дина осталась девственницей, и она будет принадлежать Лу Сто, когда он того пожелает именно Лу Сто второстепенному журналисту, а не Бян Шон прославленному врачу. И вот почему. Женщины, которым хочется любить, чувствуют бессознательную неприязнь к мужчинам, всецело поглощенным своим делом. Такие женщины, несмотря на свои высокие достоинства, всегда остаются женщинами в смысле желания преобладать. Наблюдение, сделанное занятым человеком, для которого время, деньги, бальзак с большим знанием дела описывает жгучий взгляд влюбленных, которых влечет друг к другу. Он знает, какую роль играет чувственность, в каких ласках отказывает любовнику герцогиня Деланже, почему тайная порочность Беатрисы, зрелой женщины, берет верх над прелестью и молодостью Сабины, на которой женился Калист, как Валерия Марнеф или Куртизанка Торпиль удерживает при себе стариков, разве сам он не обожал госпожу Деберни, которая была старшей его матери? Разве он не бывал бешеным вожделением герцогини до костри и не вкушал с пышнотелой Эвелиной восторги страсти в незабываемый день? Ему были известны все рецепты любовной кухни. Но всякая любовь, не встречающая поддержки общества, кажется ему обреченной на печальный исход. Нередко он описывает ужасы тайной любви. Человек стремится удовлетворить в любви требования и своей чувственности, и гордости, и выгоды. Когда мужчина полюбит женщину, он любит в ней все, ее тело, ее душу, ее красоту, ее кружева, все, что ее окружает в жизни. Госпожа Ганская привлекала Бальзака тем, что она была создана для любви. Но ему нравились также ее начитанности, то, что у нее три тысячи мужиков, что она носит графский титул, живет в настоящем замке, что она верующая. Он защищал против своего друга Жорж Санд самый принцип брака, так как лишь в браке любовники все делят друг с другом, и супружеской ложей, успехи, состоянии, только в браке опора их союза становятся религия, общество и семья. Разумеется, брак по рассудку, если только он не превращается в брак по сердечной склонности, не дает подлинного счастья. Бальзак желает, как для своих героев, так и для себя самого, замечает Фелисьен Марсо не хижину и любящее сердце, но дворец и возлюбленную. Стремление прямо противоположное мечтам романтиков. В любви, как и в политике, Бальзак идет против течения. Он всегда подчеркивал разницу между увлечением и любовью. Увлечение — это надежда, которая, возможно, окажется обманутой. И мужчины и женщины могут, не видя в том позора, пережить несколько увлечений, ведь так естественно стремиться к счастью. Но любить можно только раз в жизни. Он сам подавал пример увлечений, сменявших одно другое. Однако ж он упорно воспевает, по крайней мере в теории, религию сердца. Человек не может любить два раза в жизни, возможно, только одна любовь, глубокая и безбрежная, как море. Жизнь эротическая и мистическая жизнь должны устремляться к единому существу. Два земных создания, вознесясь на крыльях блаженства, преобразятся в ангела. Серафита это только символ. Серафита в глазах Камил Мопен образ возможного совершенства. Для Бальзака это символ надежды, которую он сулит Эволине Ганнской. Но если он и рисует ангельские восторги, то отнюдь не переживает их. Он слишком поглощен своим творчеством. Великий человек не может позволить себе великой любви. Он не должен всецело принадлежать женщине. Он мог бы любить, но ведь прежде всего он должен созидать. Однако такие истины он не сообщает своей любимой. Иногда он выводил на сцену страстную любовь. Евгения Гранде любит своего двоюродного брата. Луиза де Шолье и Урсула Мироя любят своих мужей. Анриета де Морсов впитает к Феликсу де Ван Денессу чувство, в котором смешались любовь, страсть и материнское покровительство. Диана де Кадиньян после многих приключений всем сердцем привязалась к Дортезу и скрывает от света свое счастье. Эстер любит Люсьена де Рюбампре страстной любовью, омраченной грязью жизни. Дина провинциальная муза способна на бескорыстную преданность своему любовнику. Но большинство женщин человеческой комедии ищут или богатство, или у тех тщеславие. Розали Деватвиль хочет потешить свою гордость и отомстить за обиду. Модеста Миньон играет своими поклонниками, передвигает их, как пешки на шахматной доске судьбы. Рене Дель Эстерад удивляет мужа своими расчетами. Все эти девы знают, что они будут принесены в жертву золотому тельцу. Женщины становятся тогда рабынями, их продают на невольничьем рынке. Одни продаются в постоянную собственность, замужество, другие отдают себя во временное пользование, проституция. Брак без любви — это узаконенная проституция. Мы воспитываем своих дочерей как святых, говорит Жорж Санд, а выводим на рынок как молодых кобылиц. Но общество скрывает эти горькие истины. Мы стремимся всячески украшать наши кушанья, подаем их на золоте, на серебре и фарфоре, повинуясь тому же самому чувству, которое заставляет нас расцвечивать любовь узорами и окутывать ее туманным покрывалом. Бальзаки и его героини принимают любые сделки. Красавицы девушки с готовностью выходят замуж за дряхлых пэров Франции, лишь бы сохранить свое положение в обществе, или идут за старых банкиров, чтобы добиться богатства. Не уступают им и молодые люди, которые ради денег и власти продаются женщинам зрелого возраста. Растиньяк устраивает гнездышко дельфина Денусинген, Максима де Трай содержит графиня Дересто, Люсиен де Рюбампре сначала ждет богатства от Корали, а затем от Эстер. Ла Польферин, принц богемы, принимает от своей любовницы значительную сумму. Как же тут Бальзаку возмущаться? Он брал взаймы у своих любовниц еще более значительные суммы. Мужчина в человеческой комедии иногда женится из честолюбия и почти всегда из корысти. «Где коммерция, там и конкуренция», пишет Андре Вермсер. «Богатая наследница, прежде чем стать средством успешной карьеры для победителя, бывает ставкой в ожесточенной борьбе. Идут упорные сражения Де Крюшо с Де Гроссеном, кому достанется Евгения Гранде. Де Букье сражается Шевалье Де Валуа, кому достанется Мадемуазель Де Кормон. Филипп Бридо дерется с Максансом Желе, кто завладеет баламуткой? Мужчина ведет бой с мужчиной из-за приданого невесты. Женщина ведет бой с женщиной, чтобы подцепить мужа. А раз есть коммерция, конкуренция, борьба корыстных интересов в браке, то существует и кодекс его законов. «Видишь, дорогая моя сумасбродка», пишет Рене Дель Эстерад, «мы хорошо изучили гражданский кодекс и его взаимоотношения с супружеской любовью». Супружеские отношения — это отношения собственности. «Если иной критик удивится, что женщине отведено так много места в человеческой комедии, значит, он недостаточно поразмыслил, говорит Бальзак, над тем, как трудно создать творение более длинное, чем «Тысяча и одна ночь», включающая в себя более ста различных произведений. Поскольку женщин на востоке держат в заточении, то рассказчик мог описывать только базар, дворец калифа и мастерскую башмачника. Арабским сказочникам для поддержания интереса у слушателей нужны были чудеса, волшебники, талисманы. В средневековой Европе пружиной эпического действия служили войны, борьба раба против господина, духовенство против королевской власти. Единственно возможный роман о прошлом исчерпан Вальтером Скоттом. Во Франции, да еще в XIX веке, писал Кюстин, различные слои общества уже не имеют в себе более ничего живописного. Каста уже не накладывает свой отпечаток на физиономию каждого своего члена, раз внешний облик человека не отличался своеобразием, сочинителям пришлось спуститься в изображение его внутренней жизни и искать самых утонченных волнений человеческого сердца. Бальзак вполне способен испытывать и угадывать эти утонченные волнения. Он заглядывает во все изгибы женской души, не задевая ее. Он беспощадный наблюдатель, и никогда комедия любви и денег не может обмануть его. Стоит ему захотеть, и он передаст тончайшие оттенки чувств. Женщины всегда останутся его верными читательницами, потому что ни один писатель не понимал их так хорошо, как он. Многие из них видят, как он срывает с них маску, но в глубине души находят в этом удовольствие. Хорошо зная куртизанок, Бальзак считал, что они способны на беззаветную страсть. Ему нравятся их прелести, их роскошь и то, что они наизусть знают мужчин, их дерзкая готовность идти на риски и, наконец, своеобразная поэзия, порожденная эфемерностью их жизни. Куртизанки составляют в его произведениях особый мирок, в котором свой язык, свои законы, свои молодые любовники, богатые старики-покровители и свои трагедии. Смерть Коралли жертва принесенная Эстер. Для мужчины любовь всегда будет только голодом, только жаждой, приукрашенной воображением, или надеждой на поддержку в поединке с обществом. Растиньяку нужно, чтобы Дельфина Денусинген помогала ему в его игре. Блонде обязан своим спасением госпоже Де Монкорне. Любовь, говорит Блонде, это единственная для глупцов возможность возвыситься. Но почему же для глупцов? А кем был бы Бальзак без Лоры Деберни? Разве не рассчитывал он, что союз с графиней Ржевузской поднимет его в собственных глазах и в глазах других? И почему же это единственная возможность? Тем, кто не умеет внушить любовь, остается дружба, сообщество, не меньше, чем о женской любви. Бальзаковские герои мечтают о верном товарище или о целой группе безоговорочно преданных друзей? Высший свет влечет их тем, что это замкнутый клан, который продвигает своих. В начале жизни Бальзак был очень одинок, и одиночество страшило его. Он искал соратников в борьбе. Приятели, которых молодые люди, персонажи его романов, заводили в кухмистерской флекото, сообщество тринадцати, красный конь, ватрена его шайка, все это стремление к таинственному содружеству, заменяющему любовь. Деньги Деньги и способы их приобретения, погоня за преданным, за наследством, торговля, банк, ростовщики, подделка завещаний, мошенничество занимают в человеческой комедии столько же места, как и любовь. Даже больше. Во многих романах Бальзака любовь совсем не фигурирует, и он удивляется, что в пармской обители, восхищавший его, среди стольких событий никогда и речи нет о деньгах. Причины первостепенной роли, которую играет в книгах Бальзака «Властитель мира золота», надо искать в самом авторе и в эпохе. Обратимся сначала к автору. Бальзак родился в семье, где преклонялись перед деньгами. Вспомним слова его матери. «Богатство, большое богатство, это все. Вокруг него у всех недоставало денег, у Сюрвили, у Монзегля, у его родителей, да и у него самого. Разве это было по их вине? Да, родителям Бальзака было на что жить. Сюрвили могли бы прилично существовать на жаловании инженера. Бальзак не знал бы нужды, не будь он расточителен. Конечно, но зачастую расточительствовал он для отвода глаз. А где начал он свою деятельность? В конторе стряпчего. Там ему ударил в нос мерзкий запах дурно приобретенных денег. Там он узнал истинные отношения между законами правосудием. Там он увидел одураченных честных людей, торжествующих мошенников, снисходительных судей. Там ему открылось пристрастие суда, который стремится спасти юного Дегриньона, подделавшего Векселя, и вызволить его, раз этого требует красивая дама из знатной семьи. Исход процесса предрешен угодливым вмешательством госпожи Камюзо де Марвиль, супруги судебного следователя. Бальзак со знанием дела рассказывает о таких подлостях, ведь все это совершалось у него на глазах. А видел он такие дела, потому что жил в растленное время. При старом режиме поступками людей руководили и честь, и алчность. В годы революции и империи играли роль энтузиазм и жажда славы. Но покупка национального имущества, военные поставки, гигантская спекуляция на переменах режима, приобретение по дешевке государственной ренты привели к власти класс новых спот, для которых имело цену только обогащение. Там, где отец Бальзака, мозг которого кипел замыслами, потерпел неудачу, молчаливый Гранде нажил огромное состояние. Тайфер Тайфер поднялся благодаря преступлению, другие путем злостного банкротства, а кое-кто посредством позорного брака. Кругом безнравственность, заразившая все общество. Филипп Бредо, который показал бы себя храбрым солдатом, если бы война продолжалась, убивает, чтобы заполучить наследство. Цезарь Берота спекулирует. Пожалуй, Гавсек еще честнее других, поскольку он самый откровенный. Если я умру, оставив малолетних детей, говорит стряпчий Дервиль, он будет их эпикуном. Это означает, пишет Вермсер, что имущество несовершеннолетних Дервилей управлялось бы честнейшим образом за счет всех тех, кого во имя сирот стал бы эксплуатировать Гавсек. Июльская монархия исторический период, когда воздвигается здание капитализма. Самый термин был еще неизвестен, хотя слова капитал и капиталист уже были в употреблении. Цена на земельные участки в Париже невероятно подскочила. Плодятся и множатся акционерные общества. Ротшильд финансирует строительство железных дорог на севере Франции. И Бальзак, веря в их будущее, вовлекает, как всегда, слишком рано в эту спекуляцию и госпожу Ганскую. Стремительно развивается дешевая пресса, и Бальзак приветствует ее организаторов. Издательское дело, до тех пор переживавшее пору детства, требует новых методов, которые предугадывал Бальзак. «Обогащайтесь», бросает лозунг Гизо. «Бальзак охотно принял бы участие в погоне за добычей, но нельзя одновременно писать человеческую комедию и разыгрывать ее в жизни. Деньги властвуют в мире, Бальзак описывает мир». Примечание Гизо Франсуа 1781-1874 годы, историк, политический деятель, премьер-министр при июльской монархии. Бальзак описывает, но не судит. Его упрекают за это. Молчание писателя превращает в сообщничество, но он инстинктивно чувствует, что слишком явно выраженное суждение автора портит произведение искусства. Роль искусства дать беспристрастную картину. Если писатель проповедует и порицает, произведение теряет свою красоту. Моралист должен искусно прятаться под плащом историка. Бальзак знает, что не его дело выносить приговоры. Пусть этим займутся суды, скажет впоследствии Чехов. Бальзак взял на тебя роль историка и секретаря общества. Он не выступает с обвинением против него. Единственный упрек, который можно ему сделать, то, что он постиг не все общество. В человеческой комедии очень мало, почти совсем нет рабочих, а что касается крестьян, то Бальзак описывает их такими, какими их мог бы увидеть Венцеслав Ганский или генерал Демон Корне. На свою беду художники, которые любят богатство, замечают повсюду лишь богатых людей. Виктор Гюго обязан своими отверженными Жюльетти Друэ, госпожа де Берни и госпожа Ганская, герцогиня Добрантес и маркиза де Кастри осветили для Бальзака лишь половину сцены. Примечание Друэ Жюльетта 1806-1883 годы французская актриса в течение многих лет была герной подругой Виктора Гюго. Человеческая комедия 2 Иной раз нам случается проклинать условия человеческого существования по сравнению с неким отвлеченным несуществующим совершенством. А ведь нам, наоборот, надо исходить из самих этих условий, каковы они есть и прислушиваться о чем вопиет человечество и если это не украшает мир в наших глазах остается одно пойти и утопиться. Бальзак излечивает от мизантропии. Вот чем он хорош. Ален. Мастерская художника Как он работал Какие материалы употреблял Он охотно повторял «Тут все правда». Говорил о своей устрашающей точности и добавлял «Ужасом, который романисты, как нам кажется, сочиняют, далеко до подлинной действительности». Разумеется, природа богаче, чем искусство, «Но правда в природе не то же, что правда в искусстве. В природе ее нельзя ни исчерпать, ни до конца постичь. Правда редко кажется правдоподобной. Ей недостает гармонии и единства». Великий писатель ищет единство композиции. Бальзак любил называть себя поэтом, то есть человеком, воссоздающим сущность вещей. Что такое искусство? Это концентрированная природа. Воображаемое опирается на реальное, но упорядочивает его. Художник должен стремиться к простоте, воплощать свои идеи в образы людей, но при этом создавать фигуры, которые для читателя были бы живыми. У Бальзака стержнем романа является какая-либо страсть. Роман показывает нарастание этой страсти, волна ее поднимается, все сметает на своем пути, и, захлестнув человека, способно убить его. «Мне нравятся существа исключительные», говорит Бальзак в письме к Жорж Санд. «Я сам один из них. Мне и надо быть таким, чтобы выдвинуть на авансцену моих вульгарных героев, и я никогда без необходимости не жертвую ими. Эти вульгарные герои интересуют меня гораздо больше, чем вас. Я их возвеличиваю, я их идеализирую, только в обратном смысле, преувеличивая их безобразие или их глупость. Я предаю их уродствам ужасающие или комические пропорции». Этим приемом преувеличения Бальзак как будто приближается к романтикам, но в то время как они любят украшать водосточные трубы страшными мордами чудовищ, ничуть не заботясь о правдоподобии, Бальзак, давая правдивые подробности, стремится быть верным человеческой природе. В процессе создания Бальзаком его персонажей можно различить три стадии. Сначала он исходит из образа известного ему человека или из книжных характеров. Например, рисуя Пильеро, он думает о давлении, а рисуя Беатрису, видит перед собой Мари Дагу. Затем он все меняет и обогащает портрет чертами, заимствованными у других моделей. Во второй стадии им руководит уже не стремление к литературной транспозиции, а внутренние требования самого произведения. Как художник, который, отойдя немного от своей картины, лучше видит ее и добавляет лишний мазок или новый оттенок, Бальзак, окинув взором все, что уже нарисовано, стремится придать картине больше выпуклости. И, наконец, в третьей стадии он деформирует созданную фигуру, словно в приступе галлюцинации, чтобы сделать ее воплощением определенной идеи. И тогда Гофсек становится олицетворением могущества золота, берота воплощением честности, а горео отцовской любви. Но даже в переходе к отвлеченному он твердо ступает по земле. Как интересно в его книгах обнаруживать маленькие черточки, являющиеся следами его повседневной жизни. Гранде называет свою жену мамочкой, как называла свою мать Лора де Сюрвиль, и говорит о великом Моголе, как отец Бальзака. В зеленых папках Рабурдена мы находим каналы, прокладываемые Сюрвилем. Основа разорвана на кусочки, и они собраны по-новому. Разумеется, Бальзак прежде всего обращается к самому себе, к своим воспоминаниям, к пережитым горестям. Многие из его романов как бы вознаграждают его за то, в чем ему было отказано судьбой. Де Марсе приносит ему красоту и силу. Растиньяк женится на богатой женщине и делает блестящую карьеру. Дортес дарит ему чистоту. Или же, прибегая к колдовству, старому как мир, он освобождается от преследовавших его неудач, обрушивая их на одного из своих персонажей. Так Люсьен де Рюбампре избавляет его от тяжелых переживаний юных лет. Цезарь Бирота от воспоминаний о крахе его начинаний в типографском гели, а Натан от мучений писателя. Бальзак знает, что сам-то он выше этих горемык, своей изумительной работоспособностью и силой своего гения, знает, но ему приятно сказать это самому себе и показать другим. Зе Маркас Альбер Саварюс — вот кто достоин его, и оба они могут считаться его братьями по гениальности. Однако ж оба гибнут. На них возложена автором роль искупительной жертвы. Каждый бальзаковский персонаж является таким образом двойником своего создателя. В них он торжествует или терпит поражение и гибнет, чтобы отвратить от себя приговор судьбы. Пишет Пекон. Эти вымышленные существа в его глазах живые, а реальные люди даже казались ему бледной копией его собственных героев. Прочно утвердившись в этой второй реальности, он мог вместе с героями делать скачки во времени. Он объявляет читателю, здесь же вы видите внушительный образ Демарсе, который становится премьер-министром, а в брачном контракте описаны его первые шаги в обществе. Позднее он предстает то 18-летним юношей, то 30-летним пустейшим Дэнди, легкомысленным бездельником. Не так ли бывает и в нашем обществе? Вы встречаете человека, которого потеряли из виду. Он был беден, а теперь стал богат. Вы идете в другой уголок гостиной, и там какой-нибудь искусный говорун за полчаса расскажет неизвестные вам истории двадцати лет жизни вашего знакомого. Бальзаку превосходно удаются такие разговоры, где при каждом повороте светской болтовни открывается какая-либо тайна. Зачастую история рассказывается по частям в несколько приемов. Нет ничего цельного в нашем мире, все в нем мозаично. Образцом для автора является девятнадцатый век, век крайне подвижный, когда ничто не стоит на месте. Автору приходится иной раз ждать три года, чтобы узнать развязку романа Беатриса, или же забыть прошлое своих персонажей, а порой игнорировать его. Торпиль, написанный раньше провинциальной знаменитости в Париже, показывает нам друзей и врагов Люсьена де Рюбампре, и они говорят о нем так, словно совсем потеряли память. В дальнейшем автор все уладит, если у него хватит времени. Волшебство всех этих приключений заключается в том, что Бальзак чувствует себя в созданном им мире, как в реальной жизни, и ждет, чтобы какая-нибудь встреча или доверенная тайна натолкнули его на продолжение того или иного романа, а когда он возвращается к житейской действительности, то всюду видит там своих героев и углубляет свое знакомство с ними. У него и приемы, и тон историка. Если ему нужны примеры, чтобы пояснить ситуацию, он их ищет и находит в самой человеческой комедии. Если он хочет заполнить гостиную на вечере, он созывает туда своих собственных героев, то из буржуазного, то из чиновничьего круга, то из светского общества. Воспоминание действующих лиц какого-нибудь романа естественным образом затрагивает его предшествующее произведение. Человеческая комедия — это история внутри истории. В предисловии к дочери Евы он шутливо обещает, что позже к этюдам о нравах будут составлены биографические указатели и в качестве образца пишет справку о растиньяке. Ему кажется, что он шутит, а на деле он лишь опережает события. Теперь понятно, почему он так легко соглашается на просьбу какого-нибудь издателя срочно написать рассказ в 60 страниц, когда бывает нужно увеличить объем выпускаемого тома. Ведь Бальзаку достаточно для этого собрать свою труппу и выбрать в ней нескольких требующих ему актеров. Его многочисленные статьи и монографии, опубликованные то тут, то там, дают ему зарисовки, чиновник, лавочник или тирады, которыми он затыкает дыру, а в один прекрасный день выбрасывает их при переиздании. Например, вычеркивает тираду о Булонском лесе, имевшуюся в первом издании прославленного Годисара, а затем исчезнувшую из этого рассказа. Требованием ремесла, связывающим авторскую свободу, он придает не больше значения, чем режиссер в театре, придает значение прожектору, который то зажигает, то гасит по ходу действия. Он без стеснения позаимствует в техническом журнале доклад инженера Путейца, закажет стихотворение Дельфине Ге или Теофилю Готье. Какую роль играют эти чужеродные элементы, раз единство произведений достигается могучей личностью автора и раздействие быстро развертывается дальше? Бодлер находит, что в стиле Бальзака есть что-то расплывчатое, скомканное, черновое. Это неверно. Бальзак автор эпистолярной прозы. Бальзак журналист пишет очень хорошо, его стиль полон энергии и движения. Бальзак историк нравов, Бальзак географ в описаниях проявляет и ум и точность. Идет ли речь об очаре или о парфюмере, о театральных кулисах или о лаборатории химика, его технический язык непогрешим. Бальзак моралист небрежно разбрасывает в тексте своих произведений афоризмы, достойные Ларош-Фуко или Шамфора. «Только у стариков есть время любить. Смирение это ежедневное самоубийство. Корыстные интересы зачастую пожирают друг друга. Пороки всегда столкуются между собой». Чувствуется, что он воспитывался на классиках 17-го и 18-го веков. Помимо гениальных находок, а у него их множество, он и машинально пишет прекрасным слогом. Он великолепный подражатель, то подделывается по дробле, то по цен два. Он блестяще может изложить какую-нибудь научную и философскую систему. Его никак не назовешь претенциозным фельдетонистом, уснащающим свой рассказ благомыслящими общими местами. Наоборот, он с юных лет мыслит оригинально и глубоко. Правда, приходится признать, что у него не всегда хороший вкус, и случается, что он впадает в смешную напыщенность, когда старается выразить что-либо возвышенное или создать красивый образ. Она позлотила бы даже грязь своей небесной улыбкой, целомудренная ограда их затаившихся сердец. Так значит, и ты тоже в пропасть, ангел мой. Его романы изобилуют ангелами. Конечно, надо помнить, в какое время это писалось, помнить о риторике романтиков и о том, какие книги читал Бальзак. Стиль проповедей Массельона, пусть он даже и хорош сам по себе, может испортить любовную переписку. Анриата де Морсов, так же, как и ее создатель, слишком много читала Сен-Мартена. Поскольку Бальзак верит в единство мироздания, он позволяет себе смелые сравнения, иногда удачные, иногда комические. Госпожа Матифа — это Екатерина Вторая Прилавка, но Сен-Ген — этот слон финансового мира, Горио — Христос отцовской любви. Это мания Бальзака, но разве у Лабриера нет своей мании стремления к финальному штриху, а у Пруста мании плести гирлянды прилагательных и изысканных метафор. А кроме того, у больших мастеров свои права. Им-то не нужно изощряться в стиле, они сильны, несмотря на все свои ошибки, а иногда и благодаря ошибкам, замечает в одном из своих писем Флобер. Но нас, малых писателей, ценят лишь за безупречно отделанные произведения. Я осмелюсь выразить здесь мысль, которую не решился бы высказать где-нибудь в другом месте. Я скажу, что великие писатели нередко пишут плохо. Тем лучше для них. Искать искусство формы нужно не у них, а у второстепенных писателей. Гораций, Лабриер. Но сказав все это, заметим также, что ни один писатель не работал столько, сколько работал Бальзак. Он вкладывал бесконечно много труда в поиске выразительных средств, говорит Теофиль Готье. Однако он добавляет, что у Бальзака был свой стиль, притом превосходный стиль, неизбежно необходимый с математической точности соответствующие мысли автора. Как Шотобриан, он подбирал архаические слова, чтобы вернуть им былой почет, или же редкие слова, или же фамилии, чудесные фамилии человеческой комедии Гопсек, Беротто, Серези, которые он вылавливал на вывесках в различных ежегодниках или находил в своих воспоминаниях. В турском священнике он изобрел разговор с подтекстом, прием который состоит в том, чтобы искусно вписывать потаенные мысли собеседников, скрывающихся за произносимыми вслух фразами. Можно сказать также, что его письма, особенно письма Ганской, дублируются таким подтекстом. Читателю надо представить себе, какая смесь искренности, наивных хитростей и романтических тират кипела в его уме, когда он писал своей возлюбленной. Наблюдатель или ясновидящий В предисловии к человеческой комедии Бальзак изложил целую систему мироздания, представлявшую собой трамплин для полета его гения. Он хочет, писал Мюссе, уцепиться за нить, которая может все соединить и все сосредоточить. Этот чистолюбец питает лесную для себя мысль, что единственно он обладает ключом к своей эпохе. Это правда. Для Бальзака жизнь это система причинных связей. Но гениальность жила в нем до всяких систем и вне их. Великий художник не знает, как он работает. Он пробует понять это, вглядываясь в созданное им творение. Он пытается объяснить системой то единство, которым обязан своему темпераменту. Бальзак аранжировал окружающий мир, чтобы сделать из него свой собственный бальзаковский мир. Хотя ему необходима реальная основа, обеспечивающая крепкую жизненность его персонажей, никакого ключа не подберешь ких характер. Растиньяк вовсе не Тьер, Жозеф Бридо не Делакруа, Маркиза де Кастринни герцогиня де Ланже, госпожа де Бернини госпожа де Морсов. Но отдельные черты Тьера братьев Делакруа находят отражение в образах Растиньяка и братьев Бридо. Растиньяк, так же, как и Тьер, женится на дочери своей любовницы. Жюль Сандо отнюдь не Лусто и не Рюбампре, но каждый из этих двух персонажей обязан ему искоркой жизни. Камил Мопен не существовал бы, если бы не было Жорж Санд. Но Камил Мопен не Жорж Санд. И хотя Бальзак высказывает Эвелине Ганской противоположное мнение, он просто недооценивает силу своей фантазии. Подлинное правило всякого искусства, говорил Анре Жид, состоит в том, что Бог предлагает, а человек располагает. Натура предлагает элементы, художник располагает их по-своему. Случаются, однако, чудесные встречи, когда сама жизнь дает писателю готовые персонажи для его произведений, фигуры, которые без всяких изменений или с едва заметными штрихами поправок могут прямо войти в роман. Анна-Мария Меннингер доказала, что многие подробности, касающиеся брака и любви Кордели де Кастеллан подруги Шатебрианы, точь-в-точь соответствует приключениям Дианы де Морфиньес, с которой мы познакомились в Музее Древностей, и которая стала в дальнейшем героиней повести тайны княгини де Каденьян. Та же среда высшей знати, Кастелланы, так же, как и Каденьяны, были некогда владетельными князьями. Те же материальные обстоятельства, разорения, Корделия де Кастеллан, разойдясь с мужем, который служил в дальних гарнизонах, жила в маленьком особняке в Фобур-Сент-Оноре. Диана де Морфиньес в романе поселилась в нижнем этаже дома на улице Мироментиль. Те же очарование, та же ангельская красота, тот же небесный взор голубых глаз и та же развращенность у обеих целая коллекция блестящих любовников и обе нарочито афишируют свои романы. Обе обладают неслыханным искусством облачать свою душу и тело в дивные туалеты. Та же сила ума и та же отвага в затруднительных положениях. Все говорит о сходстве. У княгини Каденьян есть опасная подруга Маркиза де Спар, а графиня де Кастеллан была тесно связана со своей соперницей герцогиней Дино. Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги. Когда две приятельницы способны убить друг друга, но каждая видит в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемое лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит. Эти слова Бальзака столь же применимы к двум реально существовавшим женщинам, как и к двум вымышленным героиням. Фамилия де Каденьян по-видимому переделана Бальзаком из фамилии княгини де Кореньян, той, у которой на балу загорелось платье, так же, как у Корделии де Кастеллан. Диана де Мофриньес хранит письма Люсьена де Рюбампре, как хранила Корделия письма Шоттабриана. Среди окружения Корделии встречались люди, подобные Мишелю Кретьену, Анри де Марсе и Даниэлю Д'Артезу. Короче говоря, здесь сама жизнь создала произведение искусства. Гений Бальзака сумел открыть этот шедевр. Но такие счастливые случаи чрезвычайно редки. Когда Бальзак опубликовал роман «Златоокая девушка», его спросили, правда ли то, что там рассказано. Он ответил, эпизод правдив. Историк нравов обязан брать действительные факты, порожденные одной и той же страстью, обуревавшей многие лица, и сшить вместе эти происшествия, чтобы получить законченную драму. Это верно, но романист, поэт преображает наброски с натуры, сделанные историком нравов. Подобно тому, как Рембрандт бросал самые темные углы мрачных лавок, трепещущий рыжеватый луч света, Бальзак, накидывая золотистую дымку на гнусные пошлые драмы, создавал могучие контрасты света и тени. Его называли то реалистом, то фантазером. Оба эти определения ошибочны, вернее сказать, они правильны при условии, что одно дополняется другим. Шарльд Бодлер говорил, «Меня часто удивляло, что Бальзака прославляли главным образом за его наблюдательность, а мне всегда казалось главным его достоинством то, что он фантазер, и фантазер страстный, все его герои наделены горячей жизненной силой, которая его одушевляла и его самого. Все его вымыслы красочны, как мечты, от верхушки аристократии до самых низов плебса. Все актеры комедии больше цепляются за жизнь, более энергичны и хитры в борьбе, более терпеливы в несчастье, больше жаждут наслаждений, проявляют больше ангельской доброты и преданности, чем мы видим это в комедии реального мира. Короче говоря, в произведениях Бальзака каждый персонаж, даже привратница, наделен талантом. Все они натуры волевые, право воли у них хоть отбавляй. Да ведь это же сам Бальзак. Можно с этим согласиться, но при одном условии. Надо добавить, что фантазер Бальзак обязан был своими образами реальной действительности. Чересчур много твердили, что господин де Бальзак наблюдатель и аналитик. На самом деле, не знаю, лучше это или хуже, он был ясновидящим, заявил Шаль. Фраза стала знаменитой, но она требует оговорок. Бальзак видит то, что за пределами действительности, но он видит также и действительность. Он прислушивался к разговорам прохожих на улицах, расспрашивал военных, завтракал с палачом, был в приятельских отношениях с каторжником и выслушивал исповеди дам из хорошего общества. Он читал все и нередко находил отправную точку для одного из прекрасных своих романов в какой-нибудь неудавшейся, по его мнению, книге. Корни его произведения глубоко уходят в плодородную почву, где смешались классическая культура, бесконечное чтение и поразительное знание своего времени. Оставалось только создавать из этого сверхизобилия произведение искусства. Это превращение оставалось таинственным даже для него самого. Переплавка происходила в бессонной ночи, в часы труда и творческого экстаза, возвышенного пароксизма разума, подстегнутого волнением, когда муки рождения исчезают, сокрытые радостным и непомерным возбуждением ума. Мелькнет, как молния, мысль, зацепится за знакомый человеческий силуэт или за какой-нибудь лафотеровский тип, и вдруг образ обретает жизнь, перед глазами встает Мишу, и видится борозда на его шее, как будто ожидающая ножа гильотины, а вон там ватрен с рыжей шерсти на груди, карантен в бором паричке, точно сделанном из пырея. Дома и города человеческой комедии — это соединение камня и мысли. Для каждого сюжета нужна своя декорация. Бальзак пользуется картинами знакомых ему городов — Тура, Безансона, Самюра, Ангулема, Иссудена, Геранды, Алансона, Лиможа, Фужера, и если ему нужно, он, не колеблясь, рисует тот Самюр, который подходит для его романа. Пользуясь чертами, подмеченными в Туре или в Увре, он берет с собой и своих актеров, трупа переезжает с одного места на другое. Филипп Бридо, парижанин, вносит смятение Виссуден. Бьяншон, уроженец Сансера, как и Лусто, делает карьеру в Париже. Начиная с 1842 года, Бальзаковский мир живет столь интенсивной жизнью, что порождает свою собственную игру случая. Некоторые рассказы будут перекрестками, где встречаются персонажи, уже хорошо знакомые читателю, и на время рассказы, замешанные в новую интригу. К новеллам типа «Перекрестка» принадлежат принц-богемы, деловой человек, комедианты неведомо для себя. Сделаны эти вещи без особого старания. В центре забавная история, в которой присоединены бегло набросанные этюды о нравах, и все связано с человеческой комедией, повторяющимися именами. Государственного советника Клода Виньона, мы раньше знали как литературного критика. Знаменитый художник Леон де Лора был когда-то мальчишкой на побегушках, мести-гри. Бальзак, не колеблясь, пишет в скобках «Смотрите, Беатриса, смотрите, музей древностей». В перекрестках почти нет сюжета, но они дороги почитателям Бальзака, потому что в них встречаются обычные его персонажи. Итак, человеческая комедия идет как жизнь, день за днем. Автор, будучи в рабстве у издателей и газет, не может возводить здание, как ему вздумается, он должен бегать от одних строительных лесов к другим. Да так, пожалуй, и лучше. Случайные принуждения воспроизводят закономерности жизни. Вначале приходилось подтасовывать, менять имена, подправлять даты, чтобы в единые рамки вошли противоречивые элементы, но вот бальзаковское общество уже существует и само определяет свои драмы. Целое стало бесконечно больше суммы слагаемых. Несмотря на сдержанность парижской прессы, для которой Бальзак оставался излюбленный мишенью, его прометеево творение мало-помалу стало внушать уважение и своей грандиозностью и красотой. Как человек Бальзак по-прежнему изумлял, а зачастую и шокировал своих поклонников. Если Бодлер не говорил как Сент-Деф о промысловой литературе, он все же удивлялся, что в этом поэтическом уме повсюду цифры, как в кабинете финансиста. Это действительно был он, человек, терпевший легендарные банкротства, опускавшийся в гиперболические и фантасмагорические предприятия, где он неизменно забывал засветить фонари во мраке неизвестности. Это он, великий мечтатель, непрестанно предающийся поискам абсолюта. Да, это он, чудак, столь же невыносимый в жизни, сколь обворожительный в своих произведениях, толстый ребенок, надутый гениальностью и тщеславием, существо, у которого столько же достоинств, сколько и недостатков, причем последние не решаешься отмести, боясь потерять первые. Да, недостатки Бальзака являются также и его достоинствами. Если он превратил роман о нравах в такой мещанский жанр в изумительные произведения, всегда любопытные, а зачастую возвышенные, то произошло это потому, что он вложил в них все свое существо. Если он умел предать сражению между двумя нотариусами значительность битвы между враждующими нациями, то могло так получиться лишь потому, что он сам не раз попадал в клещ адских дробильных машин финансовой системы и юрисдикции, писал Олен. Его гениальность как раз состоит в том, что он брал с сюжетом обыденное и, ничего не меняя в нем, делал его высоким. Лишь тот, кто сам не пережил человеческой комедии, может находить в ней преувеличение. Для Бальзака она чересчур правдива, она убивает его. Он видит вокруг себя три тысячи персонажей, а за ними апокалипсис, ожидающий нас в далеком будущем, когда земной шар перевернется, как больной во сне, и моря станут континентами, обнажив кости двадцати миров, в том числе и нашего. Какой человеческий мозг мог бы еще вынести подобные усилия и подобные видения? Знал ли Бальзак в своем разгуле безмерного труда, что он отдает свою жизнь в обмен на силу творчества? Как Рафаэль в шагреневой коже, он не мог отказаться от желаний, не мог не творить. Подошвы башмаков его увязали в грязи будничной жизни, а мысли обнимали весь мир, демиургом которого он был. Мудрость Бальзака Практическая мораль человеческой комедии имеет две стороны. Одна сквозит в прощальном письме Андриэте де Морсов Феликсу де Ван Деннису. Она, как вы помните, советует ему уважать правила общества и строго блюсти свою честь. Но мы видим у Бальзака и другую философию жизни, весьма отличную от этих поучений. Она выражена в уроках, которые Ватрен дает Люсьену де Рюбампре и Эжену Растиньяку. Есть две истории поучает Ватрен. История официальная, которая вся состоит из лжи, все поступки человеческие объясняются в ней благородными чувствами. И есть история тайная, единственная верная, в которой цель оправдывает средства. Люди в совокупности своей фаталисты. Они поклоняются совершившемуся событию, они присоединяются к победителю. И так добейтесь успеха, вас во всем оправдают. Ваши поступки сами по себе ничто, все зависит от того мнения, которое составят о них другие. Соблюдайте приличия, скрывайте изнанкту вашей жизни и выставляйте на показ свои достоинства. Все дело в форме. И вот Бальзак наделяет вот Рена таким же убедительным красноречием, как и ангельскую Андриетту Деморсов. Приходит час, и он вкладывает весь свой пыл в агрессивную критику общества. Разумеется, по законам диалектики в споре всякая мысль вызывает мысль противоположную, и, конечно, каждый персонаж должен говорить сообразно своему характеру. Но эта двойственность объясняется также и конфликтом между врожденными свойствами Бальзака и опытом его жизни. По натуре он был великодушен и нежен. В такой оценке сходятся все свидетели, не принадлежавшие к числу завистников. Все от Готье до Гозлана. А в человеческой комедии даже циники любят принимать облик мстителей. Надо согласиться с Жорж Санд, что Бальзак был наивен и добр. Но у него имелись серьезные причины, чтобы стать пессимистом. Одна личная, его несчастье, а другая историческая, пороки его времени. Поэтому нарисованная им картина общества должна была стать мрачной. Да он и хотел, чтобы она была мрачной. Великие установления держатся лишь благодаря страстям, а страсть это чрезмерность, это зло. От времени до времени он утверждает, что в человеческой комедии грехи и преступления всегда бывают наказаны, но зачастую в его романах торжествует зло. Надо признать, пишет Пьер Лабрие, что ужасные картины, созданные Бальзаком, и некоторые его персонажи, служители зла, достигают такого величия, что вызывает в нас смешанные чувства восхищения и ужаса. Какое Уллис испытывал при встрече с циклопом или Синдбат мореход с чудовищами странных островов, к берегам которых приставал его корабль. И писателю нравится освещать свой зверинец адским пламенем. Иной раз он в своих произведениях терзает ангелов столь же сурово и, пожалуй, даже более сурово, чем демонов. Но ведь он видел, как жизнь безжалостна к самым лучшим людям. Счастливая развязка в его глазах — один из видов лицемерия прекрасного. Госпожа Деспар задумала установить опеку над своим мужем превосходным и добродетельным человеком. Эта злая женщина находит недобросовестного судью и выигрывает процесс. Растиньяк и де-марсе, у которых под чистолюбием скрывается пустая и жестокая натура будут управлять Францией, а высокие и серьезные умы Лойламбер, Дортес и Рабурден обречены на неудачи. Молодая и благородная душа Лоранцы, темное дело, полна негодования от того, что ни в чем не повинного Мишу отправили на Шафот. Наполеон на поле битвы под Иеной указывает этой молодой женщине на армию, готовую к сражению. Вот 300 тысяч человек, они тоже невиновны. И что же, 30 тысяч из них завтра умрут, умрут за Родину. Знаете же, младмазель, что надо умирать во имя законов своей страны так же, как здесь умирает во имя ее славы. Бальзак отнюдь не осуждает, он констатирует. Измените форму общества, сменятся индивидуумы, стоящие у власти, но социальные виды останутся неизменными. По-прежнему будут в нем труженики, чиновники, наглецы в паланкинах. Будут новые наглецы, вот и все, а паланкины превратятся в изящные кареты. Можно ли ненавидеть пирада и карантена? Глупый вопрос. Зачем, говорит Наполеон, негодовать на шпиона? Он уже не человек, у него больше не должно быть человеческих чувств, он просто колесико машины, он лишь выполнил свой долг. Если бы подобные инструменты не были такими, какими они стали, управлять государством оказалось бы невозможно. У Бальзака даже честные люди, вроде знаменитого стряпчего Дервиля, снисходительных к мошенникам. Дело художественного произведения не осуждать, а верно их изобразить. Надо хорошо их знать, чтобы уберечься от них или пользоваться ими, если вы человек действия. Есть добродетели, от которых следует отвыкнуть, когда стоишь укормил правление. Впрочем, нравственность книги зависит от нравственности читателя. Если какой-нибудь молодой человек, прочитав человеческую комедию, не порицает таких персонажей, как Лусто и Рюбампре, он сам себе выносит приговор такой снисходительности. Удивительно, что Бальзак, более чем другие романисты, способные вдохнуть жизнь страшных чудовищ, глубоко разбирается в социальной значимости своих персонажей. Он задумывает образы лишь таких чудовищ, которые находят поддержку в каком-либо кругу общества. Отдельная личность существует для него только как порождение определенной среды, определенного экономического положения. И вот почему, несмотря на то, что Бальзак объявляет себя защитником трона и алтаря, марксисты относятся к нему благосклонно. Он льет воду на их мельницу. Бальзака, роялиста и реалиста они предпочитают Эжену-Сю, республиканцу и утописту, взывающему к чуткости добрых богачей. Лучше уж Гапсек и Ватрен, чем князь Рудольф из Парижских Тайн. Чтобы изобразить на сцене социальную бурю, писал Бальзак, нужны гиганты, вздымающие волны, скрытые в самых глубоких театральных люках. А как автору удается примирить столько противоречивых нравственных принципов? Он очень мало заботится об их примирении. У него в руке кисть, и он рисует, как это должен делать каждый художник. Позднее критика займется философией Бальзака, подобно тому, как Аббад Берто возьмет на себя заботу о спасении его души. Истинный поэт должен оставаться сокрытым, как Господь в центре своих миров, и быть видимым лишь через свои творения. Бальзак возвышает свои персонажи, и в лучшие минуты они могут подняться над человеческими слабостями, которые им быстро прощают и становятся поистине величественны. Это умение подняться над предрассудками и страстями делает его произведение, несмотря на темные стороны жизни, которые в них показаны, источником силы и душевной умиротворенности. «Я заметил, — говорил Ален, — для того, чтобы правильно понимать людей, нужно любить их той суровой любовью, которой учит нас Бальзак». Часть четвертая «Лебединая песня» Ласки женщины изгоняют музу и ослабляют яростную грубую силу труженика. Бальзак Танталовы муки «Ты непрестанно в моих мыслях, когда я бываю один. Ты во мне, как мое горе, мой труд и кровь моя». Бальзак Разлука способствует кристаллизации любви, если воспоминания еще полны жизни. Долгая разлука иногда отнимает у любви всю ее сущность. До 1841 года Бальзак по пять-шесть раз в год читал о кофисте своей Еве, посылал ей свои книги и писал с некоторыми предосторожностями, так как Ганский мог потребовать, чтобы ему показали переписку. Госпожа Ганская читала книги и письма, отвечала с большими промежутками раз в полгода в десять месяцев и, по-видимому, отдалилась от Бальзака и умом, и сердцем. Не думая о возлюбленном, ставшем почти мифическим, она занималась воспитанием своей обожаемой дочери Анны, она хотела сделать девочку очень набожной и для этого изучала вместе с ней Масильона и Франциска Сальского. Примечание Франциск Сальский 1567-1622 годы, Женевский епископ, автор многочисленных богословских книг. Бальзак с грустью чувствовал, что чужестранка все больше отходит от него в недосягаемые дали. «Ничего не понимаю в вашем молчании», писал он. «Вот уже сколько дней я напрасно жду ответа». В тревоге он обратился за советом к ясновидящей, затем к прославленному колдуну Балтазару. Тот нагадал, что жизнь его клиента до этой поры была долгой, но победоносной борьбой, и что через полтора месяца он получит письмо, от которого изменится вся его судьба. Колдуны не всегда ошибаются. 5 января 1842 года с Украины пришло письмо с черной печатью. Венцеслав Ганский скончался 19 ноября 1841 года. Бальзак был потрясен, известие было счастливым для него, на вдове он писал со всей доступной ему тактичностью. «Что касается меня, дорогая, обожаемая Ева, то хоть случившееся событие дает мне возможность достичь того, чего я горячо желаю вот уже скоро десять лет? Я могу перед вами и перед Богом отдать себе справедливость и сказать, что никогда в сердце у меня не было ничего, кроме полной покорности, и я ни разу не запятнал душу злыми пожеланиями. От иных невольных порывов невозможно удержаться. Часто я говорил себе, как легко бы мне жилось с нею, невозможно сохранить свою веру, свое сердце, все свое существо, не питая надежды. Два эти чувства, которые церковь считает добродетелями, поддерживали меня в борьбе, но я понимаю сожаления, выраженные вами в письме. Однако он, человек, который столько угадывал, не мог угадать, что Ева искренне жалела о старике мужа. Он был для нее заботливым покровителем, понятливым супругом, после его смерти ей предстояло столкнуться с ужасными трудностями. В имущественных ее делах далеко не все шло гладко. При заключении брачного контракта Ганский предоставил жене в пожизненное пользование все свое состояние, но родня мужа протестовала против этого. Грозный дядюшка, которого Бальзак называл дядя Тамерлан, некое подобие феодального гранде, сразу воспротивился ввода во владение. Император всея Руси не любил крамольное украинско-польское дворянство. Достаточно было какого-нибудь промаха, чтобы госпожа Ганская впала в немилость и лишилась всего имущества. «Итак, Бальзаку, писала она, нельзя приехать к ней, и своевременный его приезд мог привести в ярость и родню Ганской и царя». Ганская с тревогой спрашивала Бальзака, где письма, которые она писала ему. «Будет ли это объемистая переписка в безопасности, если Адресат внезапно умрет?» Продолжение следует...